Игра Конечно, много времени. Вот мне тут кто-то пишет. А, это пишет мне Минздрав. Спасибо большое Минздрав за то, что у меня там что-то предупреждает. Мне сейчас пока это неинтересно. Как минимум я знаю, что все живы-здоровы, у всех все окей. Вот, поэтому Минздрав. Вот я сейчас выключу этот звук. Итак, да, прошло много времени. Никак не мог нормально все это дело записать. Куча-куча-куча было препятствий именно это сделать. То головные боли от этой ужасной погоды, то и дожди, то еще чего-то, переезды. Короче говоря, все. Приступим. Давайте. К разбору, а не к обсуждению, почему так долго все это дело затянулось. Значит, в лучших традициях те, кто впервые сюда попали и не знают, что это вообще здесь происходит, значит, я думаю, вам нужно посмотреть видео номер один. Ссылочка сейчас у нас выйдет. Вот, я там объясняю, что это такое. Вот, а сейчас я просто вкратце скажу то, что у нас тема фристайл. То есть, каждый участник скидывает то, что он хочет. Вот, знаете, вот Минздрав прям не хочет от меня отставать. Спасибо, Минздрав. Вроде бы я отключил здесь оповещение у телефона, но все равно он у меня здесь почему-то показывает. Значит, тема фристайл. Следующая тема уже у нас будет конкретно с каким-то определенным заданием. Вот, и, соответственно, ну, я думаю, все. Поздоровались, все сказали. Давайте, короче говоря, все это дело разбирать. Итак, первая, значит, наша работа. Это замечательный вот этот вот код. Снятый был на камеру Canon 800D. Диафрагмочка 4, выдержка 1.125, ISO 800. Понятно, понятно. Конечно, если это вы снимали со вспышкой, сразу хочется спросить, какого фига у вас тут ISO 800? Вот меня вот это сейчас, конечно, 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 немножко настораживает, потому что я вижу здесь вспышку. Вот реально, почему у вас ISO 800? Уже, как минимум, я вас отправляю это дело все переснимать. Я понимаю то, что код может не, как это, не захотеть вам позировать. Только, пожалуйста, не мучайте кота. Вот, и, соответственно, учитывая вот этот параметр, идите переснимайте. По-другому я сказать не могу. Ну, а если сейчас даже разбирать этот снимок, и, кстати, я вот это что еще заметил. У вас тут цветовая схема, точнее, цветовое пространство Adobe RGB. Как минимум, я знаю, что у вас монитор не тянет вот это пространство, и как минимум я понимаю, что у вас все цвета, которые есть в этой фотографии, отображаются абсолютно неправильно. То есть вы видите абсолютно все другое. Соответственно, я вижу все абсолютно по-другому. Да что же этот Минздрав, а? Слушайте, может что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Я не знаю, почему-то столько сообщений скидывают. Уже, по-моему, четыре. Вот, значит, сразу говорю то, что вам нужно поменять вот это цветовое пространство Adobe RGB на sRGB. Если вы у меня проходили постобработку, то, соответственно, откройте видео, там вот это вот есть. И я про это все время говорю. Помимо того, чтобы камера RAW вот это вот исправить, исправьте это, пожалуйста, сразу в вашей камере. Потому что камера, скорее всего, у вас также пишет, записывает файлы в Adobe RGB. И у вас не будет никогда проблемы с цветом. Теперь давайте саму посмотрим фотографию. Итак, наш замечательный код. Ну, что я вам хочу здесь сказать? Ну, во-первых, я у вас и так уже отправил все это дело переснимать. А во-вторых, я хочу сказать то, что, ну, немножко слишком, понимаете, как вот для меня это слишком простая фотография. То есть для меня она такая немножко, ну, плоская, немножко скучная, немножко неинтересная. В плане того, то, что я видел примеры лучше, понимаете? А проблема в том, то, что вы просто сфотографировали кота только потому, что у вас есть дома кот, а не подготовка к съемке. Вот эта вот подготовка, это очень важно. Про что я говорю? Вот элементарно, смотрите. Я, как только увидел вашего кота, я сразу вспомнил, что у меня есть примеры для вдохновения, которые я, помните, да, на уроке по психологии собирал и рассказывал то, что собирайте примеры. Равносильно, как и в условиях игры, я говорил, что перед тем, как фотографировать, пожалуйста, соберите побольше референсов для того, чтобы вы понимали, что и как у вас, какой должен быть результат. И вот элементарно, обратите внимание, вот эта работа была, по-моему, когда это был? Я не помню, а, 2018 год, и вот эту работу, когда я был в жюри, я ее отметил. То есть мне она понравилась. Вот обратите внимание, насколько здесь сейчас интересная работа. Не просто сфотографировали кота, вот, вот, сядь, давай я вспышку поставлю. Понятное дело, что все и не так, на самом деле, как я сейчас это все перечислил. Но, посмотрите, здесь объем есть. Я прекрасно понимаю, что это 90% возможно какой-то и случайный кадр, из темноты, там, я не знаю, он выглядывал, это окно, туда-сюда. А, вспышка, я не знаю, вот просто. Я сейчас не провожу расследование как-то снято, но работа смотрится интересно. Она смотрится как-то объемно, она не смотрится слишком просто. Понимаете, вы и на сотовый телефон, я не знаю, на что угодно, на самый... То есть я хочу, чтобы у вас было хоть какое-то творчество. Не просто кот сидит, куда-то смотрит. Еще плюс свет, вы знаете, как здесь он стоит. Да, типа, драматично, с темноты в свет. Ну, когда мы с вами проходили схемы освещения, вы помните, да, что, если вы хотите лор-врачом, ставьте совет на цифру 3 или 9 и прогревайте уши вашей модели. Вот, поэтому это не пойдет. Даже если вы хотели что-то творческое, ну, обыграйте немножко по-другому. Это слишком просто. Равносильно, вот смотрите, вот также у меня есть снимок с котом, где я максимально тоже готовился к съемке, и, соответственно, хотел сделать портрет такого, знаете, вот кота, который смурит. Вот, и понятное дело, вы и так знаете, какая тут у нас схема освещения. К этой съемке я тоже готовился, и я прекрасно понимал, что я хочу. И, соответственно, кот и свет у меня были подконтрольны. Здесь, может быть, я не знаю, были подконтрольны, не были подконтрольны. По сути, что можно кота в руки взять, вот так вот вытащить вперед, где свет, и, соответственно, вот вам снимок. То есть максимально в темноте быть другому человеку. То есть миллион способов, как такое можно снять. Вот, но такого рода снимок, вот то, что я сейчас вижу здесь, ну, это немножко простовато. Плюс еще свет снизу, поэтому рекомендация переснять кота и пересмотреть ваши вот эти настройки, которые у вас тут стоят. Лично для меня, еще раз говорю, только увидев вот эти вот параметры, я вас уже отправил переснимать. Такое не пойдет. Следующий наш участник фотография вот этого замечательного листика. Значит, эта камера у нас 90D. Значит, диафрагма 7.1, выдержка 1.320, ISO 100. Значит, так, давайте его посмотрим. На самом деле, когда вы в группу скинули вот этот вот снимок, точнее, серию из этих вот снимков, они мне понравились. То есть получилось очень даже как-то прикольно. И, знаете, вам так скажу, вот эти вот фотографии, она классно смотрится, когда идет серия. Не одиночно, а именно серия. То есть показать разные ракурсы, вот эти вот какие-нибудь там, ну, то, что вот эти вот элементы здесь, вот это все двигается. Ну, вот эти линии смотрятся прикольно. Конечно, единственное, что меня где-то это и смущает, и где-то даже это нормально в плане того, то, что вот эти вот полосы света. То есть вот, еще радугу тут интересная сама по себе серия. Вот, и, соответственно, если бы я бы такое снимал бы, я бы как бы, как сказать, я бы это обыгрывал бы вот этими линиями. То есть композиционно выстраивал какие-то линии для того, чтобы была какая-то динамика в кадре. То есть я бы камеру туда-сюда крутил бы, и, соответственно, что-то из этого получилось. По сути, по сути, можно сказать, ну, здесь в резкости только, ну, где? Ну, вот этот вот какой-то вот участок. Да, вы вот сюда вот прицелились. Еще раз хочется посмотреть, на каких параметрах вы там сняли. Сейчас, где? Вот здесь вот. Это у нас диафрагма 7.1. В целом, вы могли бы диафрагмочку и до 9 закрыть и снимать. Но, с другой стороны, даже можно, не закрывая диафрагму до 9, на диафрагме 7, сфотографировать лист так, чтобы он, ну, этот листик же немножко же закручивается внутрь, то есть он не ровно-ровно лежит. Можно было как-то это обыграть, ну, элементарно даже приклеить этот лист на какой-то, ну, я не знаю, там, на какой-то предмет, то есть, не знаю, там, на деревяшку или куда, да, чтобы он был максимально ровный. И, соответственно, сфотографировать, и все было бы у нас в резкости. Но, и, с другой стороны, тоже в этом есть что-то, какой-то, какая-то фишка. То есть, я не говорю, что сейчас давайте переснимайте, чтобы все было вот так вот в резкости. Так тоже нравится. Но мне нравится вот эта фотография, если она серией. Вот вы тогда, еще раз повторюсь, скинули их несколько, и когда в целом на них смотришь, они смотрятся прикольно. Поэтому за серию в целом зачет. Если у вас этот листик остался, поснимайте его еще. Вот прям рекомендую, еще его поснимайте. И чем больше вы из него выжмете, тем круче. Поэтому, в целом, снимок норм. Идем дальше. Следующий наш участник, значит, камера Canon 80D, диафрагма 5, выдержка 1160, ISO 100. Окей, давайте поглядим. Итак, в целом, как бы, как бы, как бы, да вроде бы как бы нормально, но есть вещи, которые, допустим, мне немноженько не нравятся. Первое. Если вы смотрели предыдущие обзоры, я уверен, вы должны были их посмотреть, мне не нравилось, я делал замечание касательно вот этих вот волос. То есть, вот. Насколько оправдано, что они у вас вот здесь попадают немножко на зрачок? Да, окей, хорошо. Пусть попадают, но сейчас немножко это смотрится немножко грязненько. Было бы здорово, если бы само по себе волос... Друзья, сорян за голос еще раз. Волос, голос. Если бы волос вот ровно вот так бы пошел бы, без вот этой вот мишуры. Даже, если так посмотреть, вот здесь пусть будет ок. Но немножко вот здесь нужно было вам проследить равносильно, как и вот это вот. А в целом, как бы, нормально. Если даже смотреть по ретуши, все окей, ничего не говорю. Все нормально. Единственное, что у меня видны немножко вот розовые пятна на коже. Слегка. Их не так сильно видно, но можно было, в принципе, чуть-чуть их убрать. Даже не, это как его, не выключать их полностью, а немножко чуть-чуть вот как бы в красный увести. То есть увести в какой-то вот теплый. Значит, что мне не нравится здесь? Мне не нравится вот эта вот штука. То есть вот. Непонятно, почему вот здесь вот такая вот темнота, а вот здесь эта штука, это что, чье-то лицо? Видите, как улыбается. Вот, значит, что еще, что еще, что еще? Ну, дайте я вот здесь посмотрю. А, я понял, что это такое. То есть это какая-то вещь. Насколько, это как не ободок, короче, шею обматывает. Насколько вот эта вещь, она здесь нужна? Вот зачем она здесь? Ведь она же убирает всю шею. Я думаю, без вот этой штуки было бы лучше. Но, с другой стороны, если сейчас, допустим, я полностью вот это все закрашу, чтобы это не было... Ой, секунду. Секунду. Так вот. Если я это все вот так вот закрашу, то получается дырка. Я бы докопался бы до вас с теми словами, почему вот здесь у нас дырка, где хоть какая-то текстура. То есть как-то, чтобы, ну, было подсвечено, что здесь есть шея, вот это все идет. Вот. Но лично моя рекомендация, нужно было тогда сфотографировать без вот этой вот черной фигни. Я не знаю, как она там называется. Я не специалист по вашим платьюшкам. То есть от этого, короче говоря, нужно было избавиться, чтобы была шея и было бы само по себе получше. Значит, следующий момент, который здесь вот я сразу заметил, это немножко как будто бы подвявшие какие-то цветочки. Они здесь выглядят немножко аварийными. Ну, я имею в виду, как будто они какие-то уже все. Не такие прям вот как-то свежие, прям вот такие вот пестрящие, а видно, что какие-то побитые. Вот это, конечно, не нравится. Ну и плюс, конечно, здесь, скорее всего, и сыграла постобработка. В плане того, что цвет немножко такой стал здесь затемненный у зеленого. Да. И, ну, видно, конечно, да, вот эти моменты. То есть вот они подвявшие, да. Здесь больше от меня как раз и подвявшись. Вот это вот. Вот это вот не нравится. Моя рекомендация. Вот это дело, в общем, переснять, чтобы не было вот этого. Либо, если оно было, то подсвечено было. То есть был свет. Чтобы волос был аккуратней. Чтобы цветочки были более-более такие вот пестренькие. Ну, как пестренькие, я имею в виду свеженькие. По ретуши здесь кожа все чистая. Нормально. Конечно, я бы немножко еще бы по прическе как-то сделал бы, чтобы немножко голова все-таки вот. Вот так шла. Вот. А то у вас получается вот здесь как будто бы, ну вот, вот эта вот зона. Давайте я ее по-другому нарисую. То есть вот так. Она немножко какая-то странная. Хочется немножко вот так. Да. Возможно, то, что волосы вот так вот сюда идут, это вот и так вот показывает. Поэтому переснимаем, и я жду пересдачу. Следующий наш участник, это камера Nikon D7500. Значит, параметр 16. Так-так-так. Выдержка 1.50. ISO 100. Грейгамма 2.2. Так, во-первых, нужно будет вам вот эту грейгамму переправить в sRGB. Я сейчас это покажу. Теперь давайте поглядим. В целом, если так посмотреть, мне нравится вот эта ваша работа, то, как вы сняли. Да, я прекрасно понимаю, что есть куча вариаций, как это можно сфотографировать, то, как поставить и так далее. Но, друзья, хочу заметить то, что я всегда слежу за конкретным ростом каждого студента. То есть, если студент, который хорошо снимает, мне сдают хрень, то я говорю, что это хреново. А если студент, который, ну как, начинает расти, начало работы были слабые, а потом показывает вот такое, и я знаю прекрасно, что можно снять еще лучше, но мне уже нравится, в какую сторону идет студент, тогда я говорю норм. И я могу вам сказать, что вы уже двигаетесь в правильном направлении, мне нравится то, как вы вот это показали. Если, конечно, смотреть поближе, ну, есть моменты, которые хотелось бы, чтобы вы их замечали. То есть, это по ретуши, чтобы вы вот это вот, ну, элементарная такая совсем легкая ретушь. Конечно, вот эти всякие штуки, их поправлять не нужно, потому что, ну, эта вилка, она сама по себе такая. То есть, даже равносильно, как и вот это все, не нужно здесь убирать. Ну, какие-то, может быть, мелкие... Да даже вот сейчас я смотрю, в целом чисто снято, кроме вот таких вот мелких пылинок. Вот эти мелкие пылинки я бы убрал. В целом, мне снимок нравится, но знаете, что мне не нравится в ваших параметрах? То, что вы это сняли на диафрагме 16. Вы помните, да, что чем больше мы закрываем диафрагму, тем больше у нас увеличивается гриб, и тем сильнее мы теряем качество резкости. То есть, гриб шире, но резкость теряется. И если вы вспомните, что максимум, вот до чего мы закрываем, это максимум 13. Уже дальше потом как раз-таки идет вот эта вот дифракция, потеря резкости на вот этих вот закрытых диафрагмах, то есть, когда вы их закрываете. Поэтому учитывайте этот момент. И если снимаете, то максимум на 13. Максимум. Вот это очень важно. Я не помню, конечно, какой у вас объектив. В принципе, сейчас я здесь его гляну. Где? Сейчас найду, 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 найду. Вот он, мой бридж. Так, тут объектив у нас 85, 1,8. Понятно, понятно. Ну, 13 диафрагмах максимум. Не закрывайте так сильно, потому что вы теряете детализацию. Теперь касательно того, то, что вы сохранили вашу работу в этом, как его, в грейгамме. Понятное дело, вы перевели в свой снимок, ЧБ, в самом Camera Raw, не в Photoshop. То есть, как это изменить? Конечно, у меня сейчас не видно, потому что у меня основной экран, это сейчас на второй экран перекинулось, но я сейчас вот просто продиктую, где это находится. Значит, заходите, ну вот, сверху наша плашечка, которая есть в Photoshop, значит, изображение, ставите режим, и вот здесь выберите RGB. После этого выйдет такое вот, ну, такое сообщение. Здесь выберите просто не выполнять сведение, иначе если я сейчас напишу, то есть напишу, выберу выполнить сведение, вот эти два слоя объединит. Ну, это если у вас проект весь в грейгамме, и чтобы не склеилось, не выполнять, и, соответственно, ваш снимок теперь переведен в sRGB, и, соответственно, все норм. Ясно, да? Поэтому вот так вот доделайте. Значит, какая рекомендация? Почистите вот этот вот снимок, уберите мелкие вот эти штуки, и, соответственно, скидывайте как перездачу. Мне снимок норм. Напоминаю, что лучшие снимки мы будем публиковать в нашей группе. Следующий наш участник это Canon EOS R, оптика 24-105, диафрагма 5-0, выдержка 1-125, ISO 100. И вот первое, что я вижу сразу же, и опять хочу сказать, на тот момент, когда я про это на уроке говорил, то есть вы же совсем недавно у меня закончили, мы же разговаривали про цветовые профили, вы у меня спрашивали этот вопрос. Несколько раз я вам отвечал на этот вопрос. Но почему у вас здесь про фото RGB стоит профиль? Ведь у вас же монитор, как минимум, даже нету стопроцентного охвата sRGB, а вы ставите про фото RGB. В картинке же все у вас блеклые. И как вы тогда будете работать с цветом, если вы вообще цветов не видите? Поставьте, пожалуйста, sRGB, и тогда у вас все будет с вашей картинкой норм. Иначе вы видите одно, остальные все видят по-другому, в зависимости от вашего монитора. Значит так, вот смотрите, вот что я сейчас вижу. Вы видите тоже вот эти вот разрывы? То есть вот они. И эти разрывы, как минимум, как минимум, также у вас они есть, но они, наверное, у вас показываются по-другому, как минимум по-другому. И это, я вам скажу, очень сильно играет. Помимо битности, у вас 8-битная картинка, также играет роль сам цветовой профиль, в котором у вас картинка. Вот если я сейчас переведу эту фотографию в sRGB, давайте просто поглядим. Бум! Видите? Уже немножко стало по-другому. Но все равно вот эти разрывы есть. А знаете, что самое интересное? Я сейчас вот эту фотографию переведу, давайте, в черно-белое. Где оно? То есть вот, обратите внимание, я сейчас поставил поверх черно-белый слой. который выключает весь свет. Но, что я вижу? Вы видите тоже вот это вот? Те же самые разрывы, которые вот здесь вот остались. То есть смысл вставить вам профото RGB, у меня монитор его не тянет. Вот, а я переведу сейчас это в sRGB. Я сейчас поставлю вот здесь вот черно-белое. Ну надо же! Обратите внимание, как все выключилось. И я вам так скажу, зачем вы вот эту фотографию перевели в такой вот зеленый цвет? Вот смысл. Либо у вас монитор сильно розовил, что вы добавили этот зеленый, чтобы ее выровнять, либо я не понимаю. Конечно, есть такая вещь, как дело вкуса, но есть такая вещь, как насмотренность. Я всегда это говорил, и всегда буду говорить, что вы те, на кого вы смотрите. То есть, если вы будете смотреть на много фотографий, где вот так все зеленое, вы все будете снимать вот так вот в таком зеленом. И не понимая, не давая себе отчет, что вы просто шаблоните какой-то пример, который не будет, как минимум, актуальный в той работе, которую вы делаете. Но вы это делаете, потому что только вот вам в кайф. Я понимаю, творчество, все дела, но контролируйте то, что вы делаете. И как минимум, вот так вот в ЧБ, без вот этого зеленого цвета, это смотрится лучше, как минимум. И вот что теперь мне нрав и не нрав в этой фотографии. В целом, можно было ее отретушировать получше, потому что, если сейчас посмотреть на кожу, очень много, то есть, ну вот, вот этих вот, таких вот всяких вещей. Метод ретуши мы с вами проходили, но с другой стороны, это ее настоящая кожа. То есть, здесь само по себе нормально. Можно, конечно, было убрать, то есть, вот эти мелкие вещи. То есть, вот их. И знаете, что не нравится? Вот обратите внимание, вот прям ровная, вот такая вот идет полоса. Я думаю, видно. И я бы на вашем месте эту полосу, ну, как минимум бы, ну, отретушировал бы. То есть, убрал бы, чтобы ее не было, и было бы лучше. Теперь, еще один момент. Почему вы не поставили свет выше? Ведь у вас свет, ну, можно было бы выше поставить, по сути, она же даже голову подняла. Теперь, что мне не нрав? Сильно видно вот это ваше искусственное винетирование. Его прям очень-очень сильно видно. То есть, вы сами его вот так вот здесь заделали. Второй момент. Также видно то, как вы вот здесь вот, вот это вот, высветляли. То есть, она у вас светится. Изначально, вот когда вы в первый раз в группу скинули, там вообще это было сильно видно. То есть, она прям сама, как фонарик, светится, как лампочка. Такого быть не должно. Касательно, вот еще, ретуши. Конечно, кто-то это убирает, кто-то это оставляет, но, когда вы ретушируете, или когда фотографируете, вот этот момент тоже, не забывайте про него. Я сейчас говорю про вот эту складку. Это естественная складка, которая есть у всех, но, где-то я ее убираю, где-то я ее оставляю. То есть, я сам, как его, не могу вам точно сказать, что везде убирайте. Сейчас скажу везде убирайте, вы будете везде убирать. Скажу оставьте, вы будете ее везде оставлять. И бывает такое, что фотографирует человека, а он как этот логотип, поэтому, Мишлен, или как он там называется, где такой вот человек зефир, человек колбаса. Вот, поэтому, вот этот момент учитывайте. Теперь, касательно самой фотографии, ну, а почему, а почему, почему она так шею сгибает? То есть, насколько нужно было, чтобы у нее было вот здесь вот такой вот, ну, вот так вот ключица, плечо, вот так вот все это поднято. Насколько это было нужно? Непонятно. Я думаю, было бы красивее, если у нее были бы, то есть, ну, я вижу у нее красивая шея, то есть, вот идут линии. Я думаю, и уверен, у нее тоже красивые ключицы, сами по себе. Да, если там, я не знаю, нельзя оголять ключицы и так далее, но как-то можно и по-другому сфотографировать. Поэтому моя рекомендация переснять этот снимок, посмотреть на хорошие примеры и сделать это нормально, начиная со съемки и заканчивая ретушью и повторением того, то что мы с вами прошли на занятиях. И плюс, я вижу вот стул, откуда он тут, нафига он тут, насколько вообще нужно было, чтобы модель сидела. Ведь может быть лучше, чтобы она стояла? А почему у нее вот так вот рука получилась? Потому что, когда она сидела, она, получается, кисть поставила на край стула или на коленку и вот так вот подняла просто плечо. Что само по себе немножко странная становится у нее какая-то форма. Поэтому переснять, пересмотреть и, соответственно, скинуть. Следующий наш снимок это камера Canon 5D Mark III объектив 28-135 Значит, диафрагма 5,6 выдержка 1,160 ISO у нас 100. Окей, давайте-ка посмотрим. Ну, ну, прям вот, ну, давайте поглядим. Прямо бросается в глаза. Что бросается мне в глаза? У меня было такое ощущение, как будто вы ее искусственно, я не знаю, как будто бы затемнели. Хоть здесь этого я не вижу. То есть, ну, может быть, что-то вот здесь, но я это пока не вижу и ничего тогда не говорю. Значит, что мне не нравится в этом снимке? Первое. Во-первых, он немножко темный. То есть, хочется, чтобы он был у нас поярче. Второй момент. Что мне не нравится в этом снимке? Мне не нравится, что он плоский. Где тени? Если сейчас посмотреть на то, как вы поставили свет, ну, окей, хорошо. Вот вы и с этой стороны поставили, с этой стороны поставили. А вы регулировали хоть какую-то мощность у источника, допустим, А и у источника Б? то есть, если мы будем бить все время, ну, одной и той же мощностью, то есть, что вот здесь вот будет, что вот здесь вот будет, и вот хоть какая-то здесь есть линия, вот, темная, хоть какой-то вот есть переход, но вот здесь ее мало. Вот где вот здесь? Я ее не вижу. То есть, у меня вот точка А, точка Б, никакого светотеневого рисунка, переходов, я не вижу вообще. Да, здесь есть какие-то тенюшечки, и все это есть, но это плоско. Немножко не хватает, то есть, ну, смотрите, вот здесь, если в этой зоне у нас хоть какая-то тень есть, ок, но где вот здесь? Я ее не вижу. Смотрится немножко как-то необъемно. Потом, какое-то вот, вот это плечо, оно немножко как будто высветленное, то есть, вот именно вот этот участок, я не знаю, что вы с ним делали. Вот, немножко само по себе не хватает света на лице. Ведь, давайте смотрите, что здесь главное в снимке? Вот я же всегда вас учу, размыльте глаза, и мне сейчас получается, бросается, вот я вот сейчас смотрю, в глаза бросается, первое, это вот, вот эта область, но больше вот, вот этот кусок руки мне бросается, то есть, он самый-самый яркий. Лицо и волосы, это самое, какое-то, самое темное. То есть, мы должны на что смотреть в этой фотографии? на загадочную девушку или на руку, которая самая светлая? Вот непонятно. Да, ну, рука должна светиться, но, а почему нельзя сделать так, чтобы само лицо также было свету? то есть, конечно, я сейчас это очень грубо сделал, вот, но давайте я включу-выключу, обратите внимание, насколько теперь лицо у нас доминирует в кадре. То есть, вот, теперь понятно, куда смотреть, бросается взгляд. Вот я четко вижу, что мои глаза, я четко понимаю, что вот, цель, куда смотреть, что-то я тут как-то запутался в клавишах. Вот, куда смотреть, вот, сюда смотрю, а до этого, я куда смотрел? Я смотрел куда-то, вот сюда у меня бросалось, и вот сюда бросалось. Вот, куда нужно смотреть. Поэтому, моя рекомендация, я просто не знаю, вы это в постобработке это все сделали? То есть, как-то, знаете, вот, что мне кажется, постобработка? Вот, какой-то странный, вот здесь вот, волос. Такое ощущение, что вот здесь вы его, то есть, вот, высветляли, то есть, вот, какие-то странные куски, вот эти вот. Скиньте, пожалуйста, сырой файл, в группу, я посмотрю на это все дело, и пойму, что вы сделали неправильно. И, кстати, еще один такой очень важный момент. Я понимаю, да, руки куда-то нужно одевать, но старайтесь руки не вести в сторону, как бы это помягче-то сказать, да. Сейчас, секунду, я вот здесь вытащу, нам еще один совет, чтобы было мне удобнее работать. То есть, вот, старайтесь поменьше вести руки в сторону паха, потому что, если, допустим, это был бы мужчина, то, это минимум, как будто он стоит и делает свои дела, либо это Майкл Джексон, который хватает себе как раз-таки запах, и, вот, один своим фирменным, ну, или что он там делает, я вставлю это в видео. Вот, получается вот это вот. Ясно, да? Поэтому, лучше руку куда-то в другое место поставить. Либо, если там стул, тогда покажите этот стул, чтобы было немножко это понятно. Поэтому, моя рекомендация снять заново, а еще перед тем, как вот это фотографировать, пожалуйста, скиньте мне изначальный оригинал, какой он есть, а еще скиньте мне референсы, которыми вы, мы, точнее, вы вдохновляйся, а мы это все дело заценим. Поэтому, однозначно, нужно переснимать. Следующий наш участник, это тоже камера 5D Mark III. Значит, объективчик-то у нас тут какой? 28-135. Что-то такое ощущение, что это один и тот же человек. Ну-ка, дайте-ка я перепроверю. Именно вот это, оказывается, у нас не участвует в игре. Она у меня случайно тоже скачалась. Вот, поэтому я ее пропускаю. И получается, следующий наш участник, это камера 80D. Снято было на объективчик 85-й, диафрагмы 1.8. Значит, диафрагма здесь 6.3, выдержка 1.125, ISO 200. Давайте-ка мы все сейчас заценим. В целом, могу сказать, что... Так, что вы какие-то вон эти, забываете их выкидывать. Так, значит, в целом, могу сказать, что как бы норм, но знаете, что мне не нравится в этой работе? Мне не нравится то, то, что как вы сделали вот это вот искусственное вот это вот искусенное, вот это вот винетирование. То есть, оно здесь слишком палевно. На вашем месте лучше такое винетирование не делать И лучше его сделать немножко таким Софт То есть не таким агрессивным, как здесь Во-вторых, я бы Чуть-чуть Ну как чуть-чуть, ну да, я бы вот это вот бы Хотел вопросик поставить Вот это немножко бы затемнел бы Потому что, ну, эта зона выходит Прям в пересвет Конечно, резкости здесь не хватает Я вижу, она здесь больше нарощена То есть немножко фокусом Фокусом вы не дотянули Но в целом снимок нормальный Единственное, еще раз говорю, что Вот это винетирование, скиньте работу без него Вот, и Опять, дело не вкуса А дело, сейчас я его тогда Давайте-ка вот так вот сделаю Сейчас, секунду Где это было? А вот оно Смотрите, вот эту область Саму по себе я Немножко лучше высветлю Вот слегка приведу в порядок Вот здесь, наоборот Слегка затемню Слегка, но не так сильно То есть, вот Добавлю немножко сюда Получается Этого, как его Четкости Вот, и так вот Как-то немножко Выборочно Ну вот Кусочками И нажму Ок И вот смотрите Если сейчас Будем сравнивать То есть, вот Просто ЧБшка Обратите внимание Насколько сейчас Привлекает на себя Внимание Вот этот вот гусь Гусыня Наша И, соответственно Хочется Немножко убрать Вот этот вот Пересвет На На ней Сейчас мы его Уберем Чуть-чуть Совсем Ну и, соответственно Вот здесь вот Уберем Это много Но это я просто так Демонстративно И, соответственно Вот Если сейчас смотреть Видите, да Что акцент Полностью на нее Сместился И вот так вот Как-то Получше, что ли Даже если вы Хотели изначально Это сделать В цвете Ну, пожалуйста Сделайте все то же самое В цвете Только Этот, как его Ну, главное Вот так вот Но, опять-таки Я сейчас, понимаете Обрабатываю ваш уже Снимок Где вы тут намутили Я уверен Что в чистом снимке Он гораздо Смотрится по-другому То есть он более плоский Вот И, соответственно Из него можно Много чего вытянуть Будет вот так вот Гораздо покрасивее Получше Поэтому Переработайте этот снимок И скидывайте Как пересдачу Следующий наш снимок Был снят на Соньку Это 7 7 М 3 Объектив 24 70 F2.8 Диафрагмашка 3.5 Выдержка 1.160 Окей Так Конечно Я против пропаганды Курения Но А как теперь быть Если хочется снять Образ Курящего человека То есть Здесь-то не пропаганда Идите курите Здесь же образ С одной стороны Да Видите Иногда я не принимаю Такие работы Иногда я принимаю Такие работы Давайте Я буду принимать Такие работы Вот Главное Чтобы это не Выглядело Как Какой-то Как-то призыв К действию Тут у нас Образ Вот Ну и соответственно Касательно И Бухла Тоже То есть Стараемся Делать так Чтобы это было Просто как образ А не призыв Тут в целом норм Так Первое Что я вижу Ну Конечно же Наша мятая ткань Которую Наши студенты любят Мятые ткани Никак не могут Их погладить Почему не погладили ткань Вот видно же Вот это вот все Конечно Можно сказать Ну блин Ну как-то же Атмосферно Ну окей А эта атмосферно Будет выглядеть Если она там Будет видна А не Вот Я ее вам показал То есть Сам подход к съемке Если что-то делаете Гладьте Если вы не хотите Чтобы это было видно Отодвиньте назад И тогда Будет норм Просто вы не знаете Как это дело Все может себя провести Ну Показать себя в печати Первое Что я бы здесь Поменял в этом снимке Не то что поменял Я бы его просто Сделал бы Немного светлее Потому что Он здесь немножко темненький То есть Вот Вот так вот Он гораздо Лучше При этом Немножко Я бы убрал бы Вот этот вот свет На лице Потому что Он тут Too much Вот чуть-чуть Вот Капельку Конечно И то что Вот фон Вот этот виден С одной стороны норм Но если он был бы Специально для этого Посмотрелось бы Классно Но учитывая Что допустим У нас там Не должно быть Фона Изначально То есть Вот я сейчас Его Вот так вот Затру Вот норм Вот по яркости Которую я добавил Вот теперь Смотрится Хорошо То есть Выборочно Вот Именно участки Вот я сейчас Сюда верну Чтобы скулы Лучше показывались Вот теперь Ок Теперь такой вопрос Насколько Нужно Показывать Волосатые пузо Вот просто Насколько Обычно Когда Показывают Всякие Волосатые Пузы Тут Всегда Очень такой Хороший Виден Пресс Само по себе Может быть Было бы Лучше Если здесь Какая-то Была бы Майка И Тоже Было бы Здорово Но ок Добавили Что Видно Пузо Пусть оно Там будет В целом Если так Взять Снимок Нормальный То есть Мне нравится Для тех Кто может Сказать Блин А то Что тут Воздух Над головой Да Здесь Этот воздух Есть Он тут Есть Как его Насколько Будет Хорошо Без воздуха Понимаете Вы уже Так Сфотографировали Что Приходится Что-то Обрезать Я думаю Без воздуха Ну-ка Сейчас Я вот это Спрячу Был бы Лучше По сути Но Воздух Дает Какое-то Пространство То есть Тоже Нормально Вот Сейчас Может быть Смотрится Не очень Потому что Еще раз Говорю Нету Как это Запаса Куда Что Передвинуть Вот А если Допустим Я просто Так Друзья Немножко Неудобно Сейчас Секунду Так Вот То есть Если Вот так Вот 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 Норм Вот Так Мне Нравится Да Вот Так Вот Хорошо Поэтому Когда Фотографируете Учитывайте Эти моменты Для чего Мы Оставляем Воздух Если Вы Хотите Что-то Показать Либо Не знаю Для Какого-то Текста Если Это Обложка Журнала Еще раз И так И так Хорошо Но Я бы Допустим Снял Вот Если бы Я У меня Был бы И такой Вариант И Вот Такой Вариант Поэтому Снимок В целом Норм Но Избегайте Пожалуйста Тему Курения И Избегайте Тему Алкоголя Если Говорить Про Ретуш Здесь Все нормально То есть Абсолютно Я ни до чего Не хочу Докапываться Это Нормальное Состояние Кожи Вы Сами Знаете Я очень Люблю Когда У моделей Нормальная Кожа Не Замылена Вот А в целом Норм Ну Я даже Здесь Не смотрю Есть Какие там Пылинки Нет Пылинок Да даже Нет Кроме Волосатого Пуза Нормальный Снимок Я уверен Вот этот Вот парень Он себе Его Поставил На Аватарку Следующий Наш Участник Это Canon 5D Mark IV Объектив 70-200 Было Снято На Диафрагме 2.8 200 Миллиметров Оксного Расстояния Выдержка 1.320 ISO 200 А зачем Вы Поставили ISO 200 Ведь Вы же Могли В принципе И на 100 Снимать И Выдержка У вас Была Немножко Другая Плюс У вас Есть Стаб На Этом Как Его На Объективе Немножко Странно Но Могу Тоже Сказать Что Порой Я сам Поднимаю Этот Как Его ISO Для Того Чтобы 100% У меня Не было Смаза Такое Бывает Потому Что Объектив Сам По Себе В Связке Тяжелый И Лучше Уж Пусть Будет Умнее ISO 200 Чем Будет Микросмаз Вот Если Так Вот Но С другой Стороны Здесь Объект Статичный Он Не Двигается И Вот Вопрос Как говорится На подумать Тем более У вас Есть Стаб Но Окей ISO 200 Это Не Так Страшно Учитывая Что Full Frame Но Это Не Значит Теперь Для Всех Остальных Что Можно Расслабить Булки И Снимать Вот И Будет Нормаз Теперь Вот Что Мне Тут Такое Бросилось В глаза Как будто Здесь Что Как будто Порезали Нет Значит Видимо Показались Во-первых Когда Вы Снимаете Вот Если Есть Фотографии Какие-то Слова Буквы То Мозг Их Начинает Сразу Читать Вот Зачем Вот Это Вот Та Вот Что Такое Та 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 То Нафига Она Здесь Нужна Если Вот Та Не Было Было Лучше Вот И Вот Эти Моменты Учитывайте Я не знаю Для чего Вы снимали Вот этот Тот Снимок То есть С какой Целью Девушку Вот Эту Вот Я знаю Это Мы С ней Вместе Даже Учились Вот Передайте Ей Привет Да Это Она Да Да Она Она Вот Без Этой Штуки Лучше Ну Можно Скать Ну Вот Что Композиционно Здесь Вот Что То Есть Ну Тогда Забейте Чем То Поставьте Что Туда Просто Любые Буквы Все Время Будет Мозг Читать То Вот Я Сейчас Буквы Убрал Я Убрал Совковым Методом А то Сейчас Который Увидит Скажет О Можно Просто Сверху Порисовать Нет Сверху Порисовать Это Мало Я Чтобы Не Тратить Время На Восстанавливающие Кисточки Штампики И так Далее Растягивание Копирование Ну и Прочее Прочее Я Просто Взял Это И Нарисовал Вот И При этом Нужно Еще уметь Это Делать Правильно Подгонять Цвет Хотя Уже Видите Не Получается Ладно Этот момент Кстати И Я бы На вашем месте Вот здесь Доработал То есть Вот Вот Эту часть Чтобы Не было Такое ощущение Что Как будто Вы Здесь Порезали То есть Вот Про Этот Участок Говорю Кого-то Здесь Порезали И Соответственно Как будто Ну Не дотянули В целом Если смотреть Ну Нормальный Портретик Мне Не нравится В этом Портретике Знаете Что Мне Не нравится Вот Это Вот То есть Вот Вот Так То есть Как будто Сидит Перед Нами Накачанный Качок С Трапециями То есть Я бы Немножко Это Дело Сузил Не В момент Не В фотошопе А Именно Во время Съемки Обратите Внимание Вот Она Локоть Поставила И Видите У нее Само По себе Уже Плечи Как-то Даже Вот Вот Так Пошли То есть Вот Да Это Естественные Позы Все Дела Но Вот Это Я бы В общем Как-то Ну Схудил Этот Момент Вот Теперь Мне Не нравится То Как Вот Вот Если Сейчас Допустим Я Сделаю Скриншот Вот Так Обратите Внимание Как Показаны Здесь Пальцы Никто Бы Не Понял Что Это Такое То есть Вот Именно Вот Это Если Участок Смотреть Следите Всегда За руками За пальцами За всем Когда Что-то Кто-то Делает Потому Что Ну Вот Здесь Это Что Вот Никто Никто Не сможет Нормально Ответить Что Да Понятно Здесь Читает Книгу А Если Я Вот Так Покажу Вот Вот Так Лишнее Все Уберу И Все Попутают Что-то Скажут Что-то Как-то Тут Странно Теперь Касательно Обработки Я Вижу Что Вы Здесь Во-первых Наращивали Резкость И Здесь Зачем-то Шум Зачем Вы Добавили Сюда Шум Непонятно Плюс Как Минимо Вот Это У Нас Скорее Всего Были Хроматические Аберации Либо Я Не Поверю Что Это Так Она Пальцем Шевелила Она Что Так Пальцем Шевелила Что Шевеленка Такая Здесь Нет Я Больше Думаю Здесь Какой-то Это Здесь Хроматические Аберации И Я Очень Удивлен Что Хроматические Аберации Так Могли Себя Показать При Том Что У меня Тоже Есть Объектив И С ними Никогда У меня Проблем Не было Равно Сильно Как И Вот Здесь Да Я Вижу Такое ощущение Что Вы Хроматику Убирали Ну Да Вот Она Софтит Очень Очень Странно То Есть У Меня Таких Проблем Нет Это Ж 70-200 Вторая У меня Абсолютно Такой Же И Поэтому Сейчас Для Меня Это Загадка То есть Вот Я вижу Здесь Скиньте Пожалуйста Мне Оригинал Я хочу На него Посмотреть Потому Что Очень Странно Выглядит Учитывая Что Я На Этот Объектив Тоже Снимаю И Я Прекрасно Прям Наизусть Знаю Его Свойства Этого Объектива И Для Меня Вот Это Сейчас Конечно Картину Видеть Странно В целом Если Все Эти Моменты Учитывать Как бы Нормально Но Немноженько Конечно Не хватает Объема То есть Если Посмотреть Отсюда Посюда У нас Никакой Светотени Нету Вот Вот Это Вот Конечно Вот Этот Момент Смущает Но Понятное Дело Что Она На Улице Но Если Вы Снимали Это Заготовка У вас То есть Изначально Вы Снимали Какой Там Бизнес Портрет Но В плане Там Деловой Человек Сидит Что Вам Мешало Взять С собой Отражатель Поставить Его Где Нибудь Я Не Вот С этой Стороны Темной Стороной Чтобы Ничего Никуда То есть В эту Сторону То есть Ну Не шло Не отражалось И Соответственно У вас Был бы Хоть Какой То Светотеневой Рисунок Еще Раз Можно Перечитать Много Всего Разного Но Учитывая Вот эти Моменты Которые Я Сказал Снимок Станет Лучше Поэтому Переработайте Следующий Наш Участник Это Камера 1300D Значит Объективчик Здесь у нас Sigma 1750 Диафрагмачка 3.5 Выдержка 1.200 ISO 200 Вот вопрос Нафига Сюда Вы сделали ISO 200 Зачем Потому что Ну Я вам еще раз говорю Вы меня не сможете Даже переубедить Что вам не хватало Мощности на вспышке И вы подняли ISO на 200 Вот честно Вы не сможете Просто я прекрасно понимаю Где и что Как Снимается И я вижу Что тут вы просто Это дело прошляпили ISO 200 Не надо ставить Тем более У вас Камера Кроп Вы уже начинаете Терять В качестве В плане того Что шум И так далее Да ISO 200 Это не так много Но Еще раз говорю Если вы Не контролируете Вашу камеру У вас В один день Будет ISO 12800 И вы даже Это не заметите Вы не поймете Это И весь ваш результат Тупо пойдет На смарку Поэтому Еще раз Запишите себе Куда-нибудь Что мы Начинаем Всегда Съемка С ISO 100 Только когда Нам не хватает Света Когда мы максимум Все Перепробовали Только тогда Поднимаем ISO То есть ISO Это самый последний Момент Помним Да Я думаю Вы теперь запомнили Так Давайте Смотреть На снимок Текст Текст Значит так Обратите внимание Вот Если сейчас Посмотреть Она Вот здесь Вот Показывается Показывает Себя Такой Блеклый То есть Такая Блеклая Блеклая А когда Я открываю Ее В самом Photoshop То Она у меня Вот такая Красная Почему так Происходит Да потому Что Если я сейчас Посмотрю На свойства Фотографии Обратите внимание Я вообще Не вижу Никакого Не имеет профиля То есть Фотография Будет показываться На каждом Мониторе По разному На одном Будет так Показывать На другом Так будет Показывать И нет Какого-то Ну Как это Стандарта И вот это Очень плохо Почему так Произошло Потому что Когда вы Сохраняли Галочку Не поставили Для того Чтобы сохранить Как sRGB Вот Когда я Только Вот ее Вот Открыл Мне даже Показалось Что сначала Вы скинули Просто Какой-то Сухой Файл Который Даже Не Конвертировали Потому что Вот именно Вот так JPEG Вот JPEG Именно так Выглядит Потому что Ну Может быть Я ошибаюсь Но я не уверен Что я ошибаюсь Вот это Накамерная Обработка Процессором Самой камеры Она вот такая Вот Потому что RAW Он все время Более резче И более Какой-то Вот он Детализированный Что ли Потому что Он Ну Ничем не обработанный А открыв Здесь Я вижу Что У нее Нету Профиля И у меня Такой Возникает Вопрос А как Можно снять Если Это Вот вопрос Либо вы Вот этот JPEG Открыли У себя В фотошоп А когда Сохраняли Вот эту галочку Не Как это Не поставили И фотография Осталась Абсолютно Без Какого-либо Профиля И вот сейчас Если мы Смотрим На эту фотографию Вот здесь Она Выглядит Следующий Наш Участник Камера Canon 750D Объективчик Sigma 1750 Диафрагма 5.6 Выдержка 11.160 ISO 100 Я Помню Что Вы Вроде бы Снимали Совсем Другое Я даже Был свидетелем Того Как вы Снимали Я не знаю Почему Вы не скинули Эти снимки Ведь Вы же Пришли Снимать И вместо Этого Вы Скидываете Мне Вот Это Во-первых Это очень сильно похоже На фото туриста От пуза То есть Я Не вижу Какую-то проработку Там Не знаю Какой-то Композиционной части Может быть Немножко нужно было Добавить сюда Передний план Ведь Так было бы лучше Потом Зачем вы поставили Фокусное расстояние 20 мм Ведь у вас же Объектив-то 17 мм Здесь Дисторсии Они бы Пошли бы Только Ну вот эти вот Наши искажения Они бы только Пошли бы на пользу И соответственно Может быть Нужно было Чуть-чуть ниже Снять Присесть То есть Какой-то другой Ракурс найти Чтобы Не знаю Как-то Передний план Какой-то показать Не знаю Хоть это как Избитое клише Вот Было бы хорошо Если бы здесь Допустим Вот так вот Торчала бы Какая-то веточка Которая вот так Вот указывала На Вот этот вот Я не знаю Как это называется Либо с этой стороны Веточка какая-то была Либо здесь Какой-то Порожек Какой-то Чтобы это было Показано И это Слишком просто Это может снять Любой Абсолютно любой И Я не вижу Ничего здесь такого Прям Творчески Проработанного В этом снимке Просто снимок Просто Вы Там были И просто Вы сфотографировали И Очень плохо Что вы Если это вы Не скинули тот снимок Который вы снимали В ботаническом Саду Потому что Вроде и модель позвали И вроде как Вроде там что-то у вас Получалось Вот Поэтому Такое не пойдет Я знаю Что вы можете снять Лучше Это слишком просто Для вас Следующий снимок У нас Камера 800D Canon Объективчик У нас тут 1855 5.6 Диафрагма 1.2 ISO 100 Окей Так 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 Ну Что я могу сказать Конечно Ну Не знаю Выглядит Плоско И Я не могу сказать Что Это Прям Так Что-то Такое Красивое Здесь На меня Абсолютно Не влияет То Что я Не люблю Жуков Вот Просто Если вы Идете Снимать Какой-то Вот Такой Вот Макро Посмотрите На работы Других Фотографов Которые Снимают Макро Если бы Вы Элементарно Взяли С собой Прысковку С водой И Забрызгали Вот 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 Жука Клопа Вот Этого То Было Бо Покрасивее То Было Было Как-то Получше Если Вы С собой Взяли Хотя Я Не знаю Какой-то Самодельный Ваш Софтбоксик Да Хотя Листик А4 И Поставили Вот Вот Так Вот То Свет Был бы Мягче То Есть Было Было Как-то Покруче Теперь Еще Один Момент А Где Фокус Фокус Вот Здесь То Вот Вот Здесь Цвет Поменяю То Вот Здесь Я Не Вижу Фокуса Абсолютно Нет Здесь Где-то Что-то Как-то Непонятно Еще Раз На Какой Вы Там У Нас Снимали Диафрагмой 5.6 5.6 И мало Это Вы знаете Многие Макрофотографы Они Вообще Там Снимают В Стекинге Как это Сонных Этих Мух Бедные Мухи Из Морозильника Их Вытаскивают И ставят Ну Всякие Жуки Когда они Сонные Не двигаются И фотографируют Потом Фокус Стекингом Ну Это Все Дело Склеивают И Ваша Сейчас Диафрагма На Которую Вы Сняли Это Абсолютно Ни о чем То есть Минимум Хотя бы Диафрагмачка 8 Минимум Для того Чтобы хоть Как-то Что-то Получилось А здесь Ну Не знаю Я не вижу Что-то Прям Такое Вам Персональное Задание Зайдите В Я не знаю В 35 фото Зайдите В Behance Посмотрите Там очень много Макро Посмотрите Примеры Сохраните их Насмотритесь На них И когда Вы будете Фотографировать Вы будете Смотреть На ваши Результаты Говорить Так что-то Не тянет И соответственно Оттуда и придет Понимание Когда норм А когда Просто Ну Ну Просто Ясно Да Поэтому Моя рекомендация Понятно Вы этого Вонючку Больше не найдете Но Когда пойдете Снимать Идите Осознанно Снимать А не просто Лишь бы Что-то снять Чтобы что-то Попалось Следующий Наш участник Камера Canon EOS 650D Диафрагмачка Так Объектив У нас 85 1.8 Диафрагмачка 10 1.250 ISO 100 Так 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 В целом Я вам скажу Смотрится Ок Вот прям Действительно Смотрится Прикольно Но знаете Чего немножко Не хватает Оно Выглядит Каким-то Такое ощущение Что Кропнутым То есть Немножко Как будто бы Не хватает Какой-то ширины Может быть Что-ли То есть Я сейчас Попробую Попробую Как-то Растянуть Что-ли Сейчас Я просто Посмотрю Мне самому Интересно Понять Что здесь Чуть-чуть Не хватает Все-таки Мне кажется Если она Была бы Более Шире То Было бы Более Как-то Поинтереснее Что-ли Но При этом Так Так Тоже Мне Этот Снимок Нравится Так Окей Вот Если мы Посмотрим Что было Что стало Я думаю Вот Чуть-чуть шире Еще можно Его сделать То есть По сути Этот снимок Можно Еще больше Растянуть К чему я это говорю Не к тому Что вы Фотошоп Его растягивали А к тому То что Когда вы Снимали Нужно было Чуть-чуть Подальше Отодвинуться И Было бы Норм Но С другой стороны Так тоже Хорошо Само по себе Снимок Получился Прикольный 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 Знаете Что я поправил бы Вот единственное Что бы я здесь Поправил бы Опять-таки Я не специалист По съемке Капель Я бы Немножко Вот этот Вот Вот эту Каплю Вот Как-то бы Центровал бы С этой То есть Ну вот Вот так Потому что Здесь она Видите как Что прямо Ровно-ровно Центр-центр Вот Еще раз хочу сказать Снимок Получился в целом Нормально Есть целое направление Вот с этими каплями Но блин Ничего по ним Сказать не могу Потому что Это очень такая Узко специализированная Съемка Там Они снимают Специальными каплями Ну специальные Есть еще эти Какого Пипеточки Для этих капель Специальный свет Для этих капель Короче Рекомендации К сожалению Я не смогу Дать Вам проще Я могу Сказать Чтобы вы посмотрели Побольше этих Как его Таких работ Побольше Ими вдохновлялись И пробовали В них добавлять Еще краску Вот Но Там какие-то Особые Какие-то свои Заморочки Я просто Как-то один раз Видел К нам приходил Один чувак Вот Он этим увлекался И Он Каждый раз Своими Вот этими каплями Так радовался Он печатал У нас Эти работы Я даже не помню Как его зовут Это был Какой-то кореец Вот У него прикольные капли Получались Но Там Он просто Мне рассказывал Даже на тот момент Он так там Заморачивался Каплю в каплю Выпускал Для того Что Получилось Какая-то Как это Какая-то Корона С другой Короной Короче Ладно Не буду Просто Говорить И Как это Говорить Не придумывая А предполагая Вот За этот снимок Скажу Что в целом Норм Единственное Я бы вот эту каплю Подвинул бы Чтобы была бы Какая-то немножко Симметрия И Было бы здорово Если это было бы Снято чуть-чуть дальше Вот чуть-чуть А в целом Снимок Прикольный И вот я даже Кстати сейчас Вот Смотрю Насколько Он у нас Хотя нет Вроде как По центру Да Все по центру Ну да Я даже вижу Вот эта капля По центру То есть вот Вот это как бы По центру Нет Вот так все-таки Лучше будет Вот поэтому Норм 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 Следующий наш участник Камера 6D Диафрагма 8 Выдержка 1.125 Исо 400 И опять Задовое пространство До поджиби В этом видео Ранее говорил Посмотрите Там про это Я сказал Так Что мне не нрав В этом снимке Во-первых Мне не нравится То что Учитывая что У вас такая диафрагма Еще раз Какая там была диафрагма Диафрагма здесь У нас 8 Вы все равно На диафрагме 8 Умудрились Промахнуться По Фокусу Как же так Как вы Ловили то фокус Фокус где-то Даже непонятно Где А какой-то у нас Вообще Объектив По Объектив У нас 100 миллиметров Макро Что очень 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 Прямо Очень Странно Потому что Этот объектив Он сам по себе Резкий Как зверюга Вот И Очень странно Видеть такой результат От такого объектива Либо вы как-то Я не знаю Проработали Либо здесь Вообще Конкретная Промах по фокусу Так Что мне не нравится В этом снимке Мне не нравится В этом снимке То что Он плоский Непонятно Куда смотреть Вот прям Действительно Ну Он Он темный Хочется Во-первых Чтобы он был Какой-то Ну как-то Посветлее Что ли То есть Вот Нужно было Я понимаю Белку Поймать Сложно Хотя Смотря Как ее Ловить Вот Непредсказуемо Для тех Кто не знает Здесь у нас Очень мало Белок То есть Если В Москве Их там Дофигища В парке Здесь у нас Их мало Я думаю Я не знаю В каком парке Но похоже Вы в ботаническом саду Эту девочку поймали Вот Нормально Не знаю Вот Не знаю Вот я сейчас смотрю Смотрю Темно 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 И Слишком далеко Было бы здорово Если бы Это было Ну Сфотографировано Вот таким хотя бы Ракурсом То есть Вот Здесь Это слишком далеко И она Темная Было бы здорово Если бы вы не снимали На такой Слишком закрытой диафрагме Потому что Ну смотрите Видите как все в хлам Превращается Даже на диафрагме 2.8 Учитывая что вы были Вдалеке Можно было бы снять Вот Поэтому Ну Я не могу сказать Что вы шли Переснимать Я просто вам скажу Что снимок Получился Темный Он получился Плоский И белку Мало видно Вот просто мало видно Визуально Вот И Не знаю Пойдите еще Погуляйте там Может быть В эту белочку Встретите И не обязательно Закрывать диафрагму На такое значение Сколько там 8 или 11 было 8 по-моему Вот Поэтому Я думаю Надо переснять Потому что Не знаю Как-то плосковато И теней нет Вот Вот да На самом деле Вот я сейчас смотрю Теней нет Просто какая-то Каша То есть Даже вот если Убрать отсюда Белку Снимок не поменяется То есть Нету какого-то Вот прям Акцента Что нужно Посмотреть туда Вот Для Для меня Не знаю Ну Не айс Поэтому Я не могу Сказать Переретушируйте И так далее Пойдите еще раз Поснимайте Я уверен Выйдет Лучше Чем сейчас Следующий Наш участник Камера 800D Диафрагма 5.6 Выдержка 180 ISO 200 Окей 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 Давайте Смотреть В целом Ярче Не общий Весь Снимок А именно Проработать его Такими вот Пятнами То есть Вот как мы Проходили в Camera Raw Мы вот это вот Пятнами прорабатываем Соответственно Понятное дело Это сейчас очень я сделал Все агрессивно То есть Более-менее Вот так вот Кисточку Помягче Вот И соответственно Вот как-то Вытаскиваем Равносильно Также И прорабатываем Сами Листики Чтобы листики Тоже Как-то Ну Выборочно Композиционно Тоже Какую-то Несли Миссию Вот здесь Конечно Что-то темно То есть Вот здесь Было бы здорово Если бы На этом снимке Сейчас я создам новый Вот здесь Боба-листик Какой-нибудь Сейчас я его даже Да ладно Прямо такой кисточкой нарисую Если вот вот здесь Что-то было бы А что он мне Не нарисовал-то Ну-ка А ну понятно То есть вот Вот здесь Если еще что-то было бы Вот такой вот Было бы прям Замечательно То есть вот И соответственно И композиционно То есть вот Вот такой некий Передний план Такие вот листики То есть вот идет Конечно Сейчас уже Этой возможности Нету У вас Переснять Но если вдруг Есть снимок Где Вот так вот Проглядывают листики Было бы Очень круто Скидывайте Мы Посмотрим В целом Снимочек Прикольный Но Еще раз говорю Он получился Темный Либо Как избавиться От этой темноты Очень просто Кропаем То есть вот так вот Но даже Учитывая Что я сейчас Его кропнул Все равно Вот здесь Вот не хватает Какого-то Вот элемента Было бы здорово Если есть Отдельным снимком Можно В принципе Налепить Это сюда Вот Но Когда налепите Скидывайте Мы Заценим Следующий Наш участник Камера 80D Объектив Sigma 1750 Фокусное расстояние 38 мм Снято было на диафрагме 2.8 Выдержка Значит 320 Так Значит Будем смотреть Ну-ка В целом Нормальный портрет У вас Я и без этого Говорил Они нормально Получаются Единственное Что Зачем Вы Вот так Вот Нарастили Сюда Вот эту Резкость А знаете В чем проблема У вас У вас проблема В том Что Вы Когда Снимаете Вы Забываете Про промахи По фокусу Они у вас Бывают А во вторых Вы Чрезмерно Нарастили Эту резкость Не делайте Так Такой Даже в печать Не пойдет Это что Мы же Так резкость Не наращиваем Вы же Помните Как мы Наращиваем Резкость То есть Сдалека В целом Как бы Нормальный Портрет Но Мне не нравится То Как он Проработан По свету То есть Прям видно Что Такое ощущение Что Вот Вы Вот здесь Вот Высветляли Либо Вот здесь Вот затемняли То есть Видно Как-то Кисточкой Вы прорабатывали Что-то Хотели Вытащить Очки Получились У мальчика Вот Что-то Вы вытаскивали Что-то Делали Но Самое Стремное Что здесь Сейчас Происходит В этом Снимке Это Вот Это Вот Нарощенная Резкость Либо Вы Замылили Картинку А потом Нарастили Резкость Либо Я еще Не понимаю Что вы Здесь Делали Поэтому Пожалуйста Переделайте Этот Снимок И Скиньте Как Пересдачу Потому Что Такое Не Пойдет Очень Все Видно Тем более У вас Нормальная Камера У вас Нормальный Объектив Даже Нет Такого Как Это Понимание Плохая Или Точнее Вот Имея Ваше Оборудование Я скажу Что Ну Че Плохо Вы же Не на сотовой Снимали Где Вот Такая Вот Хрень По Детализации Поэтому Переделайте Этот Снимок И Скиньте Мне Как Пересдачу Следующий Наш Участник Камера Nikon D3100 Диафрагма 2.8 ISO 1200 Э Тфу ISO Выдержка 1.250 1.250 Я уж Хотел ругаться Что ISO 1250 А ISO 100 Да Окей Так Ну Вот Зачем Я не знаю Вы Взяли Искусственно Все это Затемнели Нафига Потому что Ну Это как-то Не очень Смотрится Плюс Согласитесь Видно же Где вы Затемнели Вот Здесь Вот Вы Ну Оставили Зону То есть Вот Вот Видно Граница Как вы Вот это Вот Затемняли Нафига То есть Какой От этого Смысл Не очень Смотрится Это все Дело Красиво Вы Хотели Чтобы Это было На темном Фоне Ну А что Вам Мешало Взять С собой Тогда Какой-нибудь Черный Я не знаю Кусок Черного Ватмана На Какой-нибудь Там Деревяшке Поставить Сзади Вот этого Цветка Вот этот Вот Черный Кусок И при этом Поставить Так Чтобы Найти Ракурс Такой Чтобы Не попадало На него Солнце Что мешало Не знаю И Соответственно Сейчас Это смотрится Очень Фейково Не знаю Мне не нравится И плюс Это Еще на такой Открытой Диафрагме Снято Еще раз У меня Вот все Возрастной Склероз Сколько Это диафрагма 2.8 Ну Как же Так Снимать На 2.8 Это Очень Мало Это Очень Мало И Снимок Непонятный Поэтому Как минимум Скиньте Сюда Точнее Туда В нашу группу Сырой Снимок И Соответственно Покажите Что вообще Было Потому что Так Я могу Вас сейчас Ругать За Ретуш И За то Что Вот такой У вас Маленький Гриб Поэтому Такой Снимок Не Пойдет Не Пойдет Не Пойдет Жду Этот Как его Файл В группе Следующий Участник Камера Canon 200D Значит Объектив 50 Миллиметров 1.8 Диафрагмочка 2 Выдержка 1.640 Так Давайте посмотрим Окей У меня Такое ощущение Что Вы тоже Взяли И Скинули Просто Какой-то JPEG Не Этот Как его Вы не прорабатывали Это как будто В RAVI Снимок Какой-то Получился Какой-то Какой-то Не знаю Какой-то Не очень Получился Я вот сейчас Просто смотрю На все эти Параметры Ага Ну да Скорее всего Вы даже Как будто бы Его и Такое ощущение Что не прорабатывали Что ли Вот Если вообще Смотреть на этот Снимок Было бы лучше Если бы он Был бы Хотя бы Вот так Что значит Вот так Не вот так Задница и пчела К зрителю А С этой стороны Почему Вспомните Тему композиции Вот здесь у вас Взгляд дошел Вот здесь застрял Все А что вот здесь У нас Вот у нас Целая Смотрите Зона В которой Пусто Ничего нет И получается Зазря Тогда вы Снимали Вот этот Снимок Если вы Хотели Тогда просто Показать пчелу Но могли бы И вот так Снять Вот То есть Ну вертикально И соответственно Взгляд Зрителя Не Ну он Конкретно Застрял Вот здесь И Мертвая зона Которая здесь Есть Она Все Она не рабочая То есть Вот так Было бы лучше Вот даже Вот сейчас Я вот так Вот сделал Снимок Он смотрится Гораздо лучше Нежели Он смотрится Вот так Но Если вы Хотите Снимать Горизонтальный Снимок Ну Вспомните Тему Композиция Ведь это же Лучше Так сделать Хорошо Ситуация Такая Что Но нету С этой стороны Цветка Без проблем Когда вы Фотографируете Фотографируете Больше Пчела же Крутится Постоянно И Если бы Пчела То есть Она же Не на месте То есть Она могла Спокойно Крутиться На своем Цветочке И Если вы Дождались Тот момент Чтобы она Развернулась В ту сторону Вот Вот так То Я уверен Это гораздо Круче То есть Вот так Если это было бы Пожалуйста Взгляд Зрителя Топает Вот сюда Видят Пчелу Пчела Не задницей К зрителю А Лицом И соответственно Очень все Классно Единственное Что бы я сказал Что бы Здесь Переделать Я бы вам Сказал бы Про то Что Вот здесь Немножко Много Пространства Было бы лучше Чтоб его Здесь было Меньше Но Это уже Немножко Другой Комментарий Если это Было бы Ну Такого рода Работа А еще бы Я сказал Что задний фон Чуть-чуть Я бы приглушил Чтобы выделить Еще больше Эту пчелу То есть Вот так Было бы лучше Нежели То что вы Мне скинули Если есть Работа Где пчела В другую сторону Смотрит Ну Скиньте Посмотрим Ну конечно Если сейчас Говорить Давайте В фотошопе Будем все это Переворачивать По сути Постараться Это сделать Можно Но Мы же Снимаем Сразу чисто Это же наша Политика Верно Верно Поэтому Поковыряйтесь В архивах Посмотрите Я уверен У вас Есть где Пчела В другую сторону Смотрит И соответственно Если мы отразим Снимок Будет вообще Топ Либо Если у вас Есть снимок Изначально С вертикальной Вот такой Проекцией Будет Гораздо Лучше И поэтому Можете его Такой Тоже в группу Скинуть Мы на него С удовольствием Посмотрим То есть Вот так Вот тоже Прям Как Обои На Не знаю На телефон Можно использовать И Еще раз Очень важно Мне не нравится Здесь обработка Здесь нет деталей Она вся съевшаяся Вы По-моему Ну да Не по-моему А точно Я вот Следствие ведут Колобки Я это вижу Вы вот здесь Вот Вот здесь То есть Вот эта зона То есть Я думаю Вот Сейчас ее Теперь все увидят Вы убирали Такое ощущение Что какого-то Хроматические аберрации Или еще что Что съелись У нас куски Мы же все Проходили с вами Мы же все Это с вами делали И если бы Вы Когда снимали Вы закрыли бы Диафрагму Побольше То Соответственно Вот этого вот Вот этого вот На диафрагме 2 Ну вот этого бы Не было бы Тем более Это 50 миллиметров 1.8 Сколько раз мы про это говорили Потому что он сам по себе Это не резкий Объектив Поэтому Ищите снимки Если нету То Топаем еще раз И снимаем Вот Возьмите с собой На пару Вот этого студента И вот этого студента Напишите в группу Вот И соответственно Идите снимать А когда мы дойдем До снимка Вот этого майского жука Точнее Это бронзовки Можете вот все Троем Присоединиться Вот к этому студенту Я имена не называю Вот И соответственно Можете поснимать Вместе Я думаю Будет от этого толк Следующий Следующий наш студент Камера 1300D Объектив 1855 Было снято На диафрагме 5.6 Выдержка 1.125 ИСО 100 Ну вот Что я могу сказать По этому Снимку Во-первых Да Эти розы Они Красивые В плане Когда они Завявшие Но Здесь у вас Снимок Получился Плоский И слишком Простой Здесь нету Объема Вообще И здесь Вот этот вот Черный фон Он вообще Не к месту То есть Было бы Красивее Если это Был бы То есть Вот такой же Декоративный фон Это какая-нибудь Вот Есть же Вот эта вот Бумага Как она Не крафтовая Я забыл Как эта бумага Называется Такая вот Мясо Еще в нее Раньше Заворачивали Такая вот Такая Светло-коричневая Бумага Вот ее Помять Ну вот ее Туда поставить Я сейчас не говорю Про клише Я просто говорю Как было бы лучше Ее помять Поставить Пусть она будет Видна Чуть-чуть Пусть Сзади Вот этого всего Будет Направленный Свет В плане На фон Пусть это Будет снято На очень Открытой диафрагме Чтобы было Размытие И тогда Было бы Красивее Сейчас Это смотрится Ну Откровенно Плоско Прям плоско Если у вас Вот эти Цветуля Остались Обязательно Еще поснимайте И скидывайте В группу Именно С диафрагмой Как это По открытий Хотя у вас там Нет объектива С открытой диафрагмой Но Пусть будет Закрытая диафрагма Но Хотя бы фон Какой-то Добавьте Не снимайте Лишь бы Что-то Сфотографировать Вы понимаете За что Зацепились Вы зацепились За вот эти розы Которые красивые Но То как они Сфотографированы И то как они Есть Они Ну не очень Вот действительно Обыграйте это Добавьте Вот эту старину Возьмите какую-то Я не знаю Ткань какую-то Поставьте Сзади То есть Обыграйте И соответственно Это будет смотреться лучше А если говорить Про Композицию Композиционно Композиционно В целом Как бы Вот нормально Вот Это С этим Потому что Оно Объединяет Как-то То есть Ну вот Это Вот так Вот все Переходит Но Вот этот Цветулечек Я бы немножко Передвинул Вот сюда То есть Вот И тогда У нас Был бы что Треугольничек То есть Вот так вот То есть Вот треугольник И Ну То есть Вот вершины А здесь Что получается Здесь у нас Объект Он Как-то Где Вот Как-то Ушло Сюда Вот здесь Было бы лучше То есть Вот именно Вот В этой зоне Вам Персонально Вот это Переснять И Добавьте Атмосферу Не просто Черный Как будто Пых и в лоб Не пойдет Такое Переделайте Я знаю Что вы сможете Следующий Наш участник Камера 5D Mark IV Диафрагма 4 Выдержка 1.100 И SOS 100 Так 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 Давайте Смотреть В целом Как бы Норм Как бы Норм То есть Я сейчас Говорю Про Эту Атмосферу Вот у вас Тут обои Какие-то Такие вот Шляпка Ну Это все Сочетается Смотрится Да Я понимаю Что вы С этим делом Всем связаны И для вас Это легко Подобрать То есть Вы Эти дела Сочувствуете Я это Вас вижу Но Смотрите Во-первых Что мне не нрав Часы Где Хоть Какой-то намек Что здесь Есть стрелки А не Просто Это какая-то Непонятная Белая фигня Когда вы Фотографируете Вы помните Да Наш Наше святое правило Когда мы снимаем Мы снимаем Сразу чисто Чтобы не было Вот такой вот Штуки А чтобы в фотошопе Это ничего не делать Что можно сделать Можно взять щетку И этой щеткой Полностью Вот так вот Подойти Модели И вот это Вот все убрать Потому что Иначе На это Вы будете Тратить время Много времени А плюс Это же Смотрите Здесь какие мелкие линии Это же нужно Все еще правильно убрать Чтобы это не было Ну Чтоб все это сходилось Поэтому Вот это вот Минус Второй момент У меня Ну бывает Такое Что я тоже Где-то это что-то Не замечаю И сам себя Постоянно за это ругаю Но каждый раз Стремлюсь Это не допускать Чтобы вот такие Вот мелкие Волоснюшки Вылазили Там из шапки Из этого Из того И вон видите Вот все Туда идет Хотя бы Ну радует Что у вас тут очки Чистые Я часто вижу У фотографов Работы Где вот так Заляпанные очки Отпечатки Здесь у вас Этого Нету Сухие губы Вот Тоже очень частая Проблема Говорите моделям Чтобы они Облизывали губы Либо гигиенической Помадой Но я сторонник Того Чтобы лучше Пусть облизнут Потому что Гигиеническая Помада Порой она так Блестит Что смотрится Ну Не очень Но учитывая Что это мужчина Это как бы Ну на снимке Это норм В общем Вот эту грязь Надо было вам Убрать Теперь Когда вы Фотографируете Такого рода Снимки Всегда Перейте с собой Ассистента Какого Ассистент Который Все время Рядом стоит С моделью И Все время Вот модель Позирует Он Вот этот ассистент Все время Вытягивает одежду Потому что Обратите внимание Насколько Вот здесь Вот идут Вот эти вот Складки Если вы посмотрите Много зарубежной Фэшн фотографии У них вообще Вот этих проблем Нету А я вам больше скажу Часто Специально Чтобы не было Таких штук Под Эту одежду Еще кучу Всего Суют Для того Чтобы Ну вот таких Не было Всяких Изгибов И так далее Потому что Ну видите Вот Смотрится Не очень В-третьих Всегда Ну смотрите Вот давайте Так Будем смотреть Вот здесь У нас В кадре Мужчина Который Такой Серьезный Такой Деловитый Так Я сейчас Секунду Перекину Вот в это окно Пластику Нашу Либо Правильно Подбирайте Модель Либо Одевайте Так Человека Чтобы Ну опять Смотрите Здесь Видите Насколько Большая голова Насколько Маленькие Плечи Было бы Лучше Если бы У модели Это опять Я образно Делаю Так делать Нельзя Но Если у модели Смотрится Конечно Смешно Дайте Я немножко Этот Как его По большей кисть Сделаю То есть Если у модели Были бы Плечи Пошире То есть Вот Не смотрите На вот эти Кривые линии Я же сейчас Образно Показываю Вот Было бы Как-то более Смотреться Ну Гармоничный Когда Вот Большие плечи И такой Вот сидит То есть Вот Сейчас Смотрим Только На плечи Видим Да То есть Насколько Здесь Маленькие Плечики Худенький Такой Сидит Серьезный Худенький Да Может быть Он на самом Деле Такой Но Визуально Вы должны Понимать Что Не должно Выглядеть Так Что Как будто Модели Вот Представьте Смотрите Вот Если мы Вот так Вот Закроем То есть Вот Даже Сейчас Я покажу По-другому То есть Вот Вот Так Я сейчас Сделаю То есть Вот Если Так Посмотреть Вот По телу Ну Видно Что Сидит Человек Который Ну Можно Даже Скать Подросток Потому Что Ну Вот Худенько Все Стройненько Все Но Когда Вот Так Вот Открываешь То Бум Ой И Получается Здесь Большая Голова Взрослого Мужчины А тело Как будто Не такое Большое Видим Да Я часто Такое Вижу В портретах Во-первых Когда Неправильно Используют Фокусные Расстояния Снимает На полтильнике Впритык Когда башка Надувается А плечи Становятся Маленькие Либо Изначально Когда Немножко Не предусмотрели Вот этот Момент По сути Можно Было Одеть Что-то Пошире Чтобы Чтобы Потом Можно Было Поправить Но Как Вот Здесь Поправить Это Нужно Сидеть И Делать Делать Чтобы Вытащить Ему Плечи То есть Именно Длину Плечей Вот И Соответственно Ну Видите Вы Сами Себе Сделали Проблему В том Что Когда Вы будете Это Все Дело Увеличивать У вас Все Линии Сзади Они Будут Плыть Но Само По себе Даже Учитывая Что вы Этим Занимаетесь Вы Как Минимум Рисуете Попробуйте Вот Нарисуйте Вот Вы же Будете Рисовать Плечи Гораздо Больше То есть Ну В объеме Я думаю Даже Надо Блин По другому Мне Взять Этот То есть Вот Плечи Видите Вот И Вот Так Гораздо Лучше Смотрится Либо Правильно Подбираете Модель То есть Вот Либо Снимаете Так С учетом Того Что вы Потом Это Будете Растягивать Видите Насколько Стало То есть Вот Серьезный Такой Мужик Сидит Такой Алькапоны То есть Вот Сами Возьмите Нарисуйте Свой Вот Этот Вот Образ И Вы Увидите Что Плечи Это Очень Важно У Мужчины Нежели Вот Так Вот Либо Подбирайте Что-то Другое Уберите Шляпу Которая Слишком Большая Здесь А голову Она еще Больше Делает Понимаете В чем Проблема Вот вам И Рекомендация Поэтому Внимательно Смотрите Что снимаете И Как я до этого Говорил Вдохновляйтесь У вас Видение Есть Я это Вам Изначально Говорил Вот Но Вот эти Нюансы Про них Не забывайте Они Очень важны Следующий Наш Участник Камеры Nikon D7000 Значит Объектив 70-200 Было Снято На 200 Миллиметров Диафрагма 6.3 Выдержка 1.6 Значит Это Су-100 Итак Давайте Посмотрим Ну Смотрите В целом Как бы Ок Но Знаете Что Не Ок Не Ок То Что Не Хватает Какого То Я Не Знаю Может Здесь Сказывается То Что Это Снято На 200 Миллиметров А не На 70 То Не Хватает Еще Объектов То Не Хватает Еще Домов Вот В целом Еще раз Говорю Как бы Нормально Но Чего Не Хватает Возможно Не Хватает Переднего Плана Для Меня Сейчас Эта Фотография Она Немножко Как Это Плоская Вроде Бы Как Все Норм Но Не Норм Хочется Чтобы Домов Еще раз Говорю Я Вот Прям Смотрю Чтобы Их Было Больше То Есть Вот Я Специально Вот Буду Уменьшать То Вот Сейчас Ну Вот Если Визуально Представить Что Вот Это Все Непрерывно Идут Дома То есть Вот Идут Непрерывно Дома То То Я Вот Так Вот Сделаю И Вот Здесь Получается У Нас Ключевой Объект Так Где Вот У Нас Здесь Ключевой Объект Так Я Потерялся Тут В своих Своих Клавишах То Вот Было Бы Лучше А Здесь У Нас Получается Как То Ну Как То Такое Большое Здание Хочется По Таким Всяким Пейзажикам Погулять Ведь Если Погуглить Ночной Город Вы Увидите Большущие Панорамы Где Как раз Такие Объекты Вот Там Дома Какие-то Или еще Что Они Как Сфотографированы То Есть Куча 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 Вот Такой Вот Прям Вот Вот Эти Все Небоскребы Стоят И Всегда Вот Здесь Вот У нас Вот Это Озеро Или Еще Что И Соответственно Ночное Если У вас Есть Снимки Более Широких Уголов Было Было Получше Это Лучше Чем Вот Так Вот Впритык И Ну Поэтому Поковыряйтесь В архивах И Я уверен У вас Они Там Такие Снимки Есть И Соответственно Когда Снимаете То Ну Используйте Вот Эту Тактику А Если Нету Такого Большого Пейзажа Ну Что Сказать Не Знаю Что Сказать Снимал бы я Ну Не уверен А что бы я бы снимал Ну Возможно Я бы снимал бы что-нибудь Не знаю Какие-то Может Игру Композиционную Вот эту вот С огнями Что-то Какие-то рисунки Боискал бы Либо еще что Либо просто Менял бы ракурс Просто Менял бы ракурс Либо Как-то Ну Вот так вот Сфотографировал Ну Было бы скучно Однозначно Либо Побольше Отражение Задействовал Но не на 200 Миллиметров Я бы снимал Ну Минимум Ну Пошире Угол Я понимаю Что 200 Миллиметров Классно Можно до чего-то Дотянуться Это здорово Но Нужно Нужно Больше Показать Чтобы Больше Поместилось Вот Поэтому Такая вот Рекомендация Следующий Наш снимок Это у нас Камера D500 Nikon Объектив 105 Миллиметров 2.8 Диафрагма 29 Выдержка 1200 ISO 50 И опять У нас Цветовое пространство Adobe Измените Пожалуйста На sRGB Пересмотрите Пожалуйста Я сейчас Для всех Студентов Говорю Вот Эта вот Штука Это очень Важно Теперь Вот Вроде бы Можно сказать Вот Я снимал На диафрагме 22 Почему Как-то Что-то в резкости Что-то не в резкости Поймите Такую штуку Чем Вот я это ранее говорил Чем больше Вы диафрагму Свою закрываете Тем больше Глубина резкости Все верно Но Чем больше Вы делаете Глубину резкости Тем качество Этой резкости Просто падает И получается Снимок На диафрагме 22 Он будет Он не будет Звенящий резким Вот этот момент Учитывайте Максимум Можно закрыть Еще раз говорю До 13 Потом Вы будете Терять по резкости Вспомните Мой снимок С одуванчиком Вот я сейчас Его тоже открою Где он был То у меня Он был у меня Вот здесь То есть вот Видим Да То есть вот Я не помню На какой диафрагме Снимал я Но по-моему На 13 Я видео В тексте Запишу А может быть И чуть-чуть побольше Но я очень-очень Сильно боялся Закрывать Эту диафрагму Только для того Чтобы резкость Тут не потерялась Понятное дело Что я сейчас вам Увеличиваю Тут на весь экран Картинку Которая Сжата В 1000 пикселей В ширину Вот Но я видео Вставлю просто Этот кусочек Где картинка Будет на весь Экран В нормальном Разрешении Где не будет Такой вот Ну Как сейчас В общем Вот Поэтому не закрывайте Так сильно диафрагму Не закрывайте Иначе вы теряете Все время Именно Ту самую детализацию И эту детализацию Будет сложно вернуть Потому что Картинка будет Не очень Но в целом Если так посмотреть Классная Классная фотография И я помню Ваших жуков Вот этих вот Еще с прошлого года И могу сказать Что в прошлом году Они были Очень тоже интересные Очень интересные работы По сути Вот тоже Когда такое видишь Вдохновляешься Хочешь Тоже такое поснимать Конечно Да Вот бедный жук Какой-то у нас аварийный Видимо Попал какой-то шторм Ну я образно говорю Конечно Он немножко Такой поцарапанный Но Еще раз говорю Получилось Красочно И красиво Мне Вот это вот нравится А если я сейчас Разверну его горизонтально Конечно Да По всему Снимку прогульнулся Застрял здесь Ну нет Мне так не нравится Лучше оставлю Вот здесь Где Вот уперся И как-то там Пытаешься хоть Куда-то посмотреть Вот Мне нравится Но мне не нравится Что слишком На такой Диафрагме Закрыто снимаете Но По-другому никак Вот серьезно Конечно Надо посмотреть Сколько у вас На Никоне На какой диафрагме Появляется Как раз таки Наша диафракция Вы посмотрите таблицы Вот Может быть У вас будет допуск На диафрагме 16 снимать Ведь Это же отдельно Как это Макрообъектив Который и рассчитан На то что Часто будут снимать На закрытых диафрагмах Поэтому изучите Свой объектив Напишите в группу Что у вас там написано По табличкам Если вы их найдете Вот С удовольствием посмотрим Но снимок Мне вот этот нравится Просто не снимайте Сильно на таких Диафрагмах Значит Следующий наш участник Камера Никон ДС 7500 Диафрагма 2.2 Выдержка 1.200 ИСО у нас 100 Так Ну смотрите Вот сразу В тот момент Когда вы Скинули Я еще не просто Так спросил Что он там Делает Я смотрел Слотового Я сильно не мог Увеличить Вот Он тут Типа что-то играет У беда мужика Нету зубов Ну ладно Сейчас вопрос не к этому Вот первое самое Что мне не нравится Это вот это вот То есть Тот самый вид Когда человек И И моргнул И не моргнул То есть Либо пусть он будет С закрытыми глазами Сидит Дрынкает Как будто с душой Прям С душой Дрынкает Либо пусть будет Сидеть с открытыми глазами И дрынкает А тут получается Снимок Изначально бракованный Это То же самое Допустим Сфотографировать Как человек Глотает слюну И в тот момент Понимаете То есть Это смотрится некрасиво Не то же даже слюну Когда кушает человек И глотает Вот это вообще Очень некрасиво смотрится И то же самое Ну Я просто пример такой привел Почему я его принял Потому что я никогда Не снимаю людей Которые едят Вот люди едят Я их никогда не снимаю Потому что это заведомо Будет бракованная фотография Либо это нужно Прям сидеть И Как это Как снайпер Выщелкивать Но люди часто Это не любят Вот Либо лучше не снимать Равносильно Если вы снимаете такое То это нужно Побольше серийно Снимать Ведь По сути Сейчас Вот давайте Просто образно Представим Вот у него руки не здесь Он вкалывает себе шприц С наркотой И вот он такой Видите Да вот включил фантазию Глаза закатил Кайфует Но я не уверен Что он кайфует Того что он играет Здесь По большей части Вы промахнулись В том Что вы просто сняли И скинули Я не знаю Почему вы это не заметили Это просто Само по себе просто Это просто Само по себе Просто по другому Я сказать не могу Я уверен У вас есть снимок Где он Нормально Либо с закрытыми глазами Либо с открытыми Касательно Самого снимка Ну Я не могу сказать Что это очень Такой сам по себе Классный снимок Ну Просто снимок Опять таки Я вижу Да Вы тут Понаделали Винетирование И так далее Но Может Проще было Перевести Этот снимок В ЧБ И Сделать Какими-то Акцентами Вытащить Этого мужика Оттуда То есть Сейчас я его Оттуда вытащу Вот Нет Это конечно Я сильно Борща Конечно Тут я дал Сейчас Вот мы его Вытащили А вот это Получается Все остальное Наоборот Спрятать Чтоб Был Такой Контраст Вот это Уберу Конечно Это сейчас Очень так Агрессивно И очень Сильно Видно Но Может Лучше было Его вот так Вот Как-то Заныкать И добавить Тот же самый Контраст Где это было Вот это Блин То есть Ну Видите Вот я сейчас Добавил Добавлю Немножко Много Ну Образно Вот просто Конечно Раф Если бы оба Было бы получше Все это делать Тянуть Ну Просто Вот И Если сравнивать Видим Да Здесь Получается Вся мишура Которая отвлекает А здесь Этой мишуры Нет То есть Главный Он в кадре А еще бы Я бы Его бы Передвинул бы Как-то вот сюда Что ли Вот И То есть Ну Компоновкой То есть Когда бы Я фотографировал бы Чуть-чуть Вот Ну конечно Я не чуть-чуть Его подвинул Сейчас Секунду Это я так Его обрезал Блин Немножко так Неудобно Вот Все Я запасом Его подвинул Подальше И Сейчас Буду Просто Регулировать Насколько Ну вот Думаю Может быть Вот так По Сравнению Вот 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 так Будет лучше Чем Тот вариант Который Вы скинули И Так Поинтересней В ЧБ Будет смотреться Как-то По контрастней Что ли Даже Ну представьте Вот допустим Вот Как я сейчас Увеличил Вот это и есть Кадрирование Наше То есть Вот То есть Я даже Вот так Его бы Снял Соответственно Получается Если я говорю Вот так Вот То я бы Лишнее Нафиг бы Просто Отрезал И И Вот так Был бы лучше С учетом того Что он С открытыми глазами Либо там С закрытыми глазами Сидит Дринкает себе Да Вот так вот Лучше Нежели Тот вариант Который вы Просто Скинули Вот так Ну непонятно Поэтому Найдите снимок Где он норм И Сконвертируйте Раф Именно таким образом Как я вам Показал Вот так снимок Будет гораздо лучше Понятное дело Что он смотрит Смотреть Должен Получается У нас В эту сторону То есть Вот так Будет круче Следующий участник Это Nikon D7200 Объективчик 1685 Было снято Вот непонятно Почему 93 миллиметра Здесь 62 Ладно Немножко не понял Значит Это у нас Диафрагма 6.3 Выдержка 1.60 ИСО 320 Ладно То есть Посмотрим В общем Что мне не нравится В этом снимке Мне не нравится Здесь все Включая Вот это вот Искусственное Какое-то Винетирование Вот здесь Вот зачем-то Затемнили Вот это вот Мне не нравится Вот эта вот Зона пересвета То есть Вот Зачем она здесь Как-то Вот здесь Вот Я не понимаю Для меня Это снимок Это бардак То есть Вот Как-то Непонятно Какой-то Свет Непонятно В общем Смотрится все Плоско И Смотрится Я не знаю Я не могу сказать Что это аппетитно Здесь все Искусственно Как-то Затемнено Наращено Вот это вот Все И Немножко Бардак Моя рекомендация Посмотрите Пожалуйста Много Всяких Фотографий На тематику Вот Фуд Ну именно Тематику Фуд Посмотрите Как лежат Эти все Там Бутербродики И так далее И после этого Заново снимайте И не забывайте Про свет Здесь смотрится Ну почему здесь Пересвет у нас Вот даже Если Так вот Взять Вот если так взять Вот Визуально Мы же видим Пятнами А что здесь у меня Пятно бросается Мне пятно бросается Вот это вот Непонятно Что это Вот что это Здесь Только вы знаете Что здесь Я не знаю Вот темный какой-то Участок Вот здесь Вот То есть Абсолютно Я не вижу Здесь вот Это рыба Или что это Я не вижу ее Я вижу Ну вот это вот И я вижу Что вот здесь Вот темно Снимок неаппетитный Переделайте Еще раз говорю Посмотрите побольше Примеров В том же Диафрагма 5.6 Выдержка 1.640 Уважаемый студент Уберемся Яркость То есть Чип-бэшечку Чип-бэшечку Все само по себе Тогда лучше Вот так вот Это было снять Вот смотрите Вот представьте Что я сейчас Композиционно Сейчас я давайте Вот здесь Сразу и сделаю То есть Вот так вот Вот так вот Даже пусть Это будет Вот такой Кроп Вот Вот так Смотрится Хорошо Почему так Смотрится Хорошо Потому что Здесь Вот сверху Вот то Что я рисовал Здесь Нету То есть Вот это вот Красное Помним Да То что я рисовал Оно не отвлекает И единственное Что у нас есть Это вот Вот этот участок Который мы проработали Мы добавили сюда Контраст И соответственно Вот теперь Смотрится красиво Нежели То что вы Сейчас я вот так Вот туда сделаю Сейчас Не лучше Вот так сделаю Вот И верну Как было Ну допустим Вот То есть Ваш вариант Скукота И Очень много Лишнего Вот То что отвлекает Мой вариант Обратить внимание Насколько Смотрится Ну Поинтересней То есть Вот если бы я Такое снимал Я бы изначально Вот так бы Снял бы И после этого Вот это все Красиво Обработав Я бы даже Мог поставить Этот снимок Себе в портфолио Вот сейчас Норм смотрится И композиционные И идут И линии То есть И какие-то вот Тут еще какие-то штучки Контрасты Смотрится классно Но Еще раз говорю Когда вы фотографируете Вы должны это Изначально видеть То есть Когда я Был бы на этой съемке То есть Ну в тот момент Я бы картинку Изначально так бы и видел Я бы не снимал бы С огромнейшим запасом Чтоб потом Это все корректировать Я бы изначально Снял бы так Чтоб это было вот Вот так вот Чтоб не обрезать И тогда Это было бы классно Вот на самом деле Мне вот сейчас Вот именно Вот этот снимок Он очень нравится Даже вот С этой компоновкой Именно Киношная такая 16 на 9 Даже Я бы еще бы Ездил бы шире То есть Вот прям вот Вот так вот шире Ну Образно То есть еще шире Ездил бы И даже мог бы Поставить эти черные плашки Что как будто киношка Но вот так Вот так Мне снимок Прям вообще в кайф А Вот так Эх Фототуриста По-другому назвать не могу Вот попробуйте мне Вот так обработайте снимок И Скиньте Понятное дело Вас туда отправлять Переснимать Во-первых Вы их не найдете Этих чуваков Во-вторых Уже это не получится Но Когда фотографируете Заведомо Уже понимаете Какой у вас будет кадр И только тогда У вас Будет хорошая работа Сейчас я жду от вас Вот этой пересдачи Чтобы вы мне переделали Именно снимок Так Как я сейчас и показал Включая даже кроп И тогда Я на это делаю Все посмотрю по-другому Следующий наш участник Это значит Камера Canon EOS 600D Объектив у нас Sigma 1750 Диафрагма 8 Выдержка 1125 ISO 100 Давайте посмотрим Итак Что мне не нравится В этом снимке Я вам сразу скажу Что мне снимок Вообще не нравится И я сейчас объясню Прямо по полочкам Во-первых Вот Мы вообще про это Будем говорить на стриме Вместе с Аней Мы Этот стрим Скоро сделаем И там я буду говорить Про фотографов Которые фактологи Вам тоже сейчас скажу И когда будет стрим Вы тоже внимательно послушайте Вот Почему есть хорошие фотографы И плохие В чем проблема Вроде бы все живем На одной планете Дышим одним и тем же Ну грубо говоря Воздухом Ходим под одной землей Под ногами Ну почему Кто-то хорошо снимает Кто-то хорошо То есть кто-то хорошо А кто-то плохо Знаете в чем разница Разница в том Что кто-то насмотрен И у него есть практика А кто-то снимает Не имея насмотренности И он не контролирует Свой результат Он его не видит То есть эти фотографы Я их называю фактологами Вот они действуют Все по списку То есть Что значит у них список Вот сейчас модно снимать На фактурном фоне Отлично Я нашел фактурный фон Есть Нашел Мне нужно поставить модель Да Нужно поставить модель Вот Образно Модель есть Пожалуйста Два Есть Мне нужно у этой модели Обязательно Чтобы она была без майки Вот чтобы вот тут были плечи Три Есть Вот фактологи И в чем же это проявляется То что когда Начинаешь фотографировать Не важно сколько они снимут снимков Один Или пятьсот Они все равно на них будут смотреть Они их не понимают То есть разницы никакую не видят И вот они один кадр сделали Думают О все Все Вот все три списка То есть три пункта по списку я прошел Все готово Норм А эмоция А поза А свет А то есть да Еще свет нужно поставить Вот обязательно нужно поставить Свет Четыре Есть Все Вот вся фотосессия закончилась Вспомните урок психологии Я про это все говорил Почему мне не нравится вот этот снимок Во-первых Кто смотрел Кто помнит Этот как его В расталмане Блин старым себя уж почувствовал Это игра на сеге Где бойцы Либо mortal kombat Либо Ну вот даже афиши бойцов Вы что бойца сфотографировали Ведь по большей части Вот эти все бойцы Они как раз таки на такой грубой Фактурной стене Они вот в такой как раз таки Вот так вот полуобнаженно стоят Вот обратите внимание Сейчас вот у модели Даже кажется что у нее огромные какие-то Ну ключицы есть и плечи какие Смотрите большие Уважаемая модель У вас все прекрасно Вы очень красиво В данном случае я сейчас ругаю фотографа Который за этим не уследил Даже человек Который худющий И у которого маленькие Получаются трапеции Если он неправильно поставит Ну в данном случае По другому сделать руки Они у него будут огромнейшие Ясно да То есть я специально сейчас Это говорю модели Чтоб модель на себя Это не взяла Потому что Опять таки Я сейчас ругаю за ошибки Но я ругаю за ошибки На модели Которая тоже будет смотреть Этот разбор То есть Модель у вас все прекрасно Вот честно Я знаю Я вас Сколько Ну Ну мы с вами знаком Вот и поэтому К вам никаких претензий Претензия именно к фотографу Который вот так вот Сфотографировал Сделав Сделав вам Плечи Анатомические Очень широкими За счет света За счет позы И так далее И плюс Да Вот здесь Хоть какое-то Есть плечо То есть Ну вот Оно есть Хоть какая-то Светотень Ну тени Хоть какая-то Есть А здесь Где Где Вот это все Выглядит как Один большой кусок Так не должно быть Ведь Обратите внимание Посмотрите Миллион таких Снимков Ведь У всех Вот плечики Вот так вот Видны А за счет чего За счет света За счет позы За счет всего Вот это нужно Учитывать Не будьте Фактологом Теперь Неужели вы Сами не видите Вот это Вот это что Вот это Вот черная полоса Это у вас Инь-янь В жизни должны быть И черные Белые полосы Это понятно Девает Не оттуда Вот Но зафига Что эта полоса Вам дает Фон Сам по себе У вас Получился Во-первых Ну Плоский И освещение плоское Да Вот здесь Вот есть у вас Хоть какой-то Теневой рисунок Он хоть какой-то Есть Но Блин Но его мало Зачем вы поставили По сути Отражатель То есть Вот он у вас есть Чтобы вообще Тени все убрать От ключицы От всего Я не помню Чтобы у модели Были мешки Их там у нее нету Вот Ну серьезно Я не помню Чтобы они у нее там были И зачем вы их поставили Просто потому что Нужно То есть Отражатель Только потому что Он нужен там Только потому что Его нужно поставить Только потому что Один раз показали Ведь Я же сколько раз Говорю про то Что делайте Необходимое Тогда Когда это нужно Не делайте Лишь бы что-то делать Это самое худшее Что можно придумать И вот элементарно Сейчас Даже Я Фон Притемняю Вот просто И обратите внимание Насколько Сейчас Модель Стала Ну Активнее Чем фон Видите То есть Изначально Нужно так Видеть Изначально Нужно так Фотографировать То есть Вот Так Ушло Сейчас Вот Вот и вот Поэтому Эту же модель Переснять Нормально сделать И посмотреть Очень много Примеров Таких Ну Съемок Где снимают В таком В таком виде Плюс Опять таки Вот честно Я то Могу посмотреть Кто эту работу сдал Но понимаете Когда сразу много работ Я прям не помню Кто это сдал Но мы же с вами Если вы у меня занимались На постобработке Ну Блин А как же вот Вот это убрать Вены Знаете Как торчат Их нужно убрать Равносильно Как и здесь Но Как я понял Судя по Самой фотографии Здесь ретуши Да и нету И вообще Поэтому Переснять И Еще раз говорю Не будьте фактологом Анализируйте ваши снимки И когда вы идете снимать Смотрите на то Чем вы вдохновлялись Вы же не в Расталмании Вдохновлялись Бойцами UFC Как минимум Ну Если вы UFC Вдохновлялись Ну возьмите Борцов Снимайте борцов Я скажу Ок Но Про фон Не забывайте Ясно Да Поэтому Пересдача Однозначно Следующий Наш участник Камера 60D Объективчик У нас Получается 18135 5.6 Диафрагма Выдержка 1.40 А на каком фокусном Расстоянии Это На 106 Эх вы И опять Цветовое пространство Adobe RGB Я про это уже говорил Поэтому Выше Там Про это Есть Вот если бы Вы мне это сейчас На урок принесли Я бы вас отправил Переснимать Вы помните Да Про фокусное расстояние Про выдержку И так далее Я думаю Заново Сейчас я здесь Демагогию Разводить не буду И это уже неправильно То что вы мне Сейчас сдаете Теперь Если смотреть Вообще На этот снимок Он очень темный Вы же Вы что В темноте Такой живете То есть Как минимум Он должен быть Поярче Сам по себе Во вторых Во вторых Я не знаю Что вы делали С цветом Но посмотрите Как он тут съелся Видно Что вы Что-то там Мутили Крутили Потому что Никакой нормальной информации То есть В снимке Ну Даже если Окей Хорошо Я сделаю скидку Что у вас Вот такой вот объектив Который вот так вот делает Но все равно Мне кажется Вы цвет крутили Вот Вот хоть убей Цвет по-моему Крутили Что мне не нравится В этом снимке Он темный Вот допустим Смотрите Даже если Ну допустим Вот так вот Получилось снять Ну а что вам мешает В том же посте В данном случае Я говорю про фотошоп Вытащить Вот так вот Это все Вот именно Вытащить Те участки Которые вам нужны То есть Те которые Ну Привлекают внимание Что мешало Не знаю что А вы знаете что мешало То что вы это не видите Хорошо Я сделаю скидку на то Что у вас монитор плохой Вот у вас Какой-то такой вот монитор Хорошо Вот допустим Я изобразил ваш монитор То есть Ну вот Ну Неужели вы не видите Что плоско Ведь Хочется сделать Чтобы наоборот Вот здесь У нас Было какое-то Как это Затемнение То есть Вот Чтобы у нас Объект был главный Ведь Это же будет Логично Само по себе Даже если у вас Плохой монитор Поэтому Такого рода Снимочки Не пойдут И мне знаете Что интересно Посмотреть Какой был оригинал Вы знаете Что я боюсь Больше всего Ну не то что я боюсь Я предполагаю А то что Этот снимок Был еще темнее И вы его Еще вытаскивали Я аж прям Чуть охрип Идем далее Значит Canon 90D Объектив 1750 Адиафрагма 8 1 200 ISO 125 Ой Зачем ISO 125 Вопросик Вам на засыпку Не нужно было Поднимать ISO на 125 Хоть это не критично Критичен Тот сам Само действие То что вы сделали Что мне В этом снимке Не нравится Мне в целом Сейчас не нравится Этот снимок Потому что Ну он Какой то плоский Какой то Непонятно Где акцент Акцент Как я понял Должен быть здесь Верно То есть В капле Но почему Эту каплю Так очень мало видно То есть Композиционно Она где то так Расположена Что Ну Что в резкости У нас больше Вот в резкости Что То есть У нас Вот эта зона Она более-менее Какая то Вот Резкая Вот И Здесь Даже такое ощущение Что как будто Нет Ну я не думаю Что вы это в фотошопе Все вставляли Конечно Я в этом не уверен Вроде Как то и не похоже Но с другой стороны Где то даже и похоже Что то я под сомнением То есть В сомнениях Либо вы это так Обработали Каплю вытаскивали Что Вот Какие то следы Ну вот Чуть-чуть какие то есть Не знаю Я сейчас Так Прямо сказать не могу Вот Моя рекомендация Моя рекомендация Ну Не знаю Как то Может Может Как то было Лучше вот так снять В плане того Что Капля Как то Композиционно Больше была Хоть она Сейчас и так Где то В районе Правила Третьей Вот Ну Не знаю Не знаю Не знаю Вот Сложно Бывают такие снимки Которые Сложно Так сразу Сказать Мне не хватает То ли теней Прям вот Хочется Залезть В интернет И посмотреть Как Снимаются Вот эти Капли Чтобы Посмотреть Примеры Потому что Может быть Цвет Может быть Это мое Какое то Личное Восприятие Я сейчас Специально Убираю Этот вот Оттенок Просто Посмотреть Может быть Наоборот Стоило Тогда Как то Затонировать Может быть Может быть Вот так Было Лучше То есть Творчески Доработать Потому что Чего то Не хватает Нужно Посмотреть Еще Примеры Сети Вот Вот с этой Капелькой Чтобы Ну Как то Лучше Это Выглядило Следующий Наш Участник Камера 600D Значит Это Объективчик 18-55 71 Диафрагма Выдержка 1.100 ИСУ-100 Ну Давайте Поглядим Так Мне Знаете Что не нравится В этом Снимке То что У вас Фон Гораздо Активней Чем У вас Ваш Шарик И Вот это Мне Не нрав И Плюс Я думаю Вы Много Видели Таких Примеров Ну Таких Снимков Ведь Согласитесь Там же Либо Очень Все Такое Светлое Либо Ну Обязательно Фон Который Ну В этих Фотографиях Он Темнее Однозначно Сейчас Секунду Вот Я сейчас Здесь Уберу И Плюс Конечно Цвета У нас Очень Такие Едкие Здесь Поймите Здесь Нужно Сделать Какой-то Акцент Попробую Даже Сейчас Вот Так Еще Поделать Может Быть Как-то Нужно Было Творчески Обгорать Обычно Знаете Что Красиво Смотрится Когда Осень Вот Так Снимают Вот Само По себе Всегда Это Смотрится Красиво И Между Допустим Вот Так Вот Это Поинтереснее Чем Вот Эта Каша Которая Отвлекает То есть Вот Здесь Я Конкретно Смотрю Сюда А Вот В таком Варианте Вот Эти Все Едкие Цвета Которые Есть Они Очень Сильно Отвлекают Понимаете То есть Вот Так Лучше И Блин Сказал Блин И Вот Молчу Конечно Это Очень Сильно Я Думаю Как То Вот Так Что Ле Но С Другой Стороны Обратите Внимание Сейчас Понимаете Я понял Что Мне Не Нравится И Я Сейчас Это Вам Просто Так Образно Покажу Чтобы Вы Это Тоже Видели Хочу Сразу Предупредить Многих Кто Увидит Этот Разбор Чтобы Вы Не Вырывали У меня Тут Слова Из Контекста И Не Воспринимали Это Как Как Какой Степ Либо Какие Надругательства Или Как Это Еще Назвать То Я Сейчас Объясняю Студенту То Что Нужно Элементарно Видеть И Соответственно Такие вещи Не допускать Почему Я Сейчас Начал С такой Длинной Вот Этой Вот Как Его Вот Эта Речь Которая Сейчас У меня Была Только Потому Что Вот Это У нас Получается Вечный Огонь У У нас Вот В Таркенте Есть Такой Памятник Вот И Соответственно Сюда Приносят Цветочки То Ну Это Место Ну Как Это Не Просто Проходной Двор Вот Что Мне Вот Сейчас Не Нравится Почему Я Сейчас Вот Опять Таки Столько Много Говорю Во-первых Вы Помните Да Когда Я Рассказывал Если Мы Снимаем Людей Которые Вне Фокусе Их Часто Лица Они Деформируются И Порой Это Смотрится Очень Некрасиво Помним Да Я Про Это Говорил И Вот Давайте Просто Образно Представим Что Здесь У Нас Ну Я Вот Сейчас Просто Покажу Смотрите Капюшон Видим То Вот Идет Вот Здесь Темнота Вам Еще Это Ничего Не Напоминает Капюшон С Темнотой Осталось Еще Нарисовать Эту Косу То То Видим Вот Видим И Самое Что Конечно Тоже Вот Здесь Видно Но Обратите Внимание Я Не Вижу Прям Тут Лицо И Руки Да Здесь Старая Женщина Сидит Но Ну Некрасиво Все Здесь Передано Равно Сильно Как И Здесь Но Не Руки Вы Сами Это Видите Вот Поэтому Моя Рекомендация Ну Когда Снимаете Хотя бы Увеличивайте Снимки И Смотрите Но По Большей Части Когда Вот Такого Рода Снимают Снимают Там Листики Фотографии Миллион Вот А к сожалению К сожалению Вот Эта фотография Здесь Не подойдет Ну По той Причине Потому Что Здесь Вот Это Вот Вот Так Вот Видно Еще Раз Повторяюсь Я Здесь На Сам Не Снимайте И Переснимите Где Ни Другом Месте Ну И Плюс Те Комментарии Которые Я Вам Сказал